Всем привет! С вами 34 выпуск подкаста. Мне уже 37-й, меня был на 37-й. Отлично! Чё ты делаешь сейчас? Сука, да я тем же самым занимаюсь. Революция или Северная Корея? Я же не коммунист, понимаешь? Я объективно больше быдло, чем Юрий Дудь. Но каяться простой человек за действие своего государства не должен. Кто победит? Журваков ГУ или Митинский радиорынок? Митинский радиорынок, без вариантов. И тут у тебя всё на лампе. Обострился мой алкоголизм. Чё ты не высказываешься? Чё за сал? Он такой, кто ссыкло? Я ссыкло, всё. Катехан, Александр Геевич Дугин, либерализм от арабства. Я такой, так, подождите. В какой ёбан я попал? Специальное военное время, короче. Давай топ-3 твоих любимых оппозиционеров. Ну, кого вдул бы именно? Стас, ты подментованный. Стас, хотел меня посадить. Я думаю, ты чё, вообще, ты что ли? Лучше быть клоуном и пидорасов, или пидорасом и клоунов. Всем привет, с вами 34-й выпуск подкаста. Я уже 37-й, меня было на 37-й. Отлично, 37-й выпуск подкаста, не выходя из комнаты. И, как вы поняли, у нас в гостях... Стас Васильев. Как и просто. Да, это я. Макс Пауэр, сколько ещё идентичностей. Привет. Ну, конечно, наш подкаст «Объективный гонзажурналистики» сегодня будет не про события, хотя сегодня тот день, когда у тебя год назад заблокировали... Да, я плакал с утра, сидел, какал и писал пост. Про то, что у тебя закрыли 7 ютуб-каналов. Ну, их было где-то так. Жуть. Как ты, вот как раз, да, расскажи про то, как ты встретил тот день и сегодняшний. Ой, слушай, ну это будет очень депрессивно и грустно. Мы готовы. Нет, давай тогда ёмко. Вот тогда, это когда ты об этом узнал? Утром или днём, или вечером? Нет, я во время записи реакта, я сидел, записывал реакт там с подругой, и мне начинают на телефон приходить сообщения, что-то вроде типа соболезную, чувак, я такой, б***ь, надеюсь, у меня кто-то умер. Только не канал, пожалуйста. И я смотрю, в итоге удалили канал, но я захожу на остальные, смотрю, ух, пока цело. Удалили основной и второй, я думаю, ну хотя бы обзоры, вот эти вот мои разборы на людей останутся. Нет, через несколько часов и их удалили, и вообще всё удалили, и потом дошло до того, что на самом деле у меня начали удалять, даже вы не поверите, я сам б***ь после этого, но через три месяца, я знал, что каналы с моими нарезками удаляют. Но удаляют даже ролики, которые мне мой монтажёр скидывал в закрытом доступе, ему тоже снесли три канала, то есть он мне скидывал для предпросмотра доступ только по ссылке. А, то есть это по связке, доступ к ссылке и так далее? По лицу уже, да, баня, то есть они видят, что там много роликов со мной, и канал удаляют, я скриншоты даже выкладывал. То есть они нейросетку обучили на твое лицо, получается. Ну да, то есть вот это интересно, да, если было раньше просто там какие-то... Нет, я помню, недавно было одно мероприятие с Артемием Лебедевым, он вот примерно тоже говорил, что как только я заливаю видео, любое с моим лицом его удаляют просто к***ю. Да. Вот, и забавно, что есть, видимо, некоторая категория людей, которых прям, на которых обучают нейросети, так его ни за что, никуда. Так, ну у нас, опять же, Стас, как тебе представить? Ты всё-таки блогер. Да я уже не знаю, кто я. И хватит. Блогер точно. Наверное, просто блогер. Вот, хорошо. Скажи, вот сейчас ты на площадках, получается, уже ВК, Рутуб, что у нас ещё? А, ты ещё заливаешь на Яндекс.Диск. В Телеграм. Ну, на Яндексе диск, да, чтобы люди исходник скачивали и перезаливали его везде. А, вот так. Мне просто, кстати, на Яндексе было легче всего, наверное, посмотреть. В ВК, я надеюсь, они всё-таки вложат деньги в CDN-серверы, потому что я полагаю, проблема ВК, она всё-таки в параллельном импорте и недостатке оборудования. Ну, мне хочется в это верить, потому что, ну, сколько я с ними общался, они хотят сделать классную альтернативу Ютубу, но, мне кажется, ограничение исключительно техническое. Ну, будем надеяться. Короче, вопрос у нас, наверное, такой. Что ты делаешь сейчас? Да всё то же самое, вот. Просто потом я пошёл на Соловьёв Лайф работать, потом вписался в будняк, во всякие проекты, но сейчас вот от всего отказался. Ну, короче, смотри, как я мыслил. Я мыслил, что всё, типа, я прощаюсь с медийной карьерой, и, в принципе, мне не получится притока новой аудитории, поэтому я сейчас заработаю денег, да. Но на Соловьёв Лайф там деньги были маленькие, туда я пошёл, чтобы хотя бы как-то на виду оставаться. Я знал, что мой приход на этот телеканал, не государственный, но исключительно про кремлёвский. Ну, он всё равно ассоциируется, да. Но он будет громким инфоповодом, вот. И поэтому я туда, в принципе, и пошёл, и, ну, благодарен, опять же, команде телеканала. Но в итоге я просто понял, что у меня на всё не хватает, я хочу какие-то творческие проекты делать, то есть сесть, несколько книжек прочитать, разобраться в какой-то теме и выпустить большую документалку. Вопрос. Ты сильно выгорел вообще? Ну, видно у тебя в Телеграм-канале. Поставь заметно. Да, что ты как бы там подвыгорел прям сильно. Нет, на самом деле выгорание — это следствие того образа жизни, который я вёл после удаления. Тут, понимаешь, в чём дело? Я вот 7 лет, как мы с женой начали жить, мы жили типа 23, у нас 24 квадрата, с двумя собаками. И потом в один момент меняется моя жизнь, я переезжаю, у меня теперь большой достаточно дом, у меня построена своя студия, я потерял все каналы, у меня распалась моя музыкальная группа, с которой я играл, у меня рождается дочь буквально через несколько дней, и меня это всё сломило, потому что я жил Ютубом изо дня в день, каждый день у меня это стабильное отношение. Понятно, регулярность какая-то, да. И тут у тебя всё... Обострился мой алкоголизм. Вот, короче, на самом деле уже такой прям серьёзный. То есть, знаешь, в детстве у меня от алкоголя умерли практически все родственники, но я такой... Выпил там пиво с пацанами, ну и мерзость, мне не нравится. Потом, типа, ты чуть больше начинаешь. Дети такие в рунишке, когда говорят, что тебе нравится. Не, мне не нравилось пиво, но в итоге я вот начал чаще выпивать. Потом мог с друзьями, знаешь, на Новый год поехать, там с 31 по 3 января мы там бухаем, смотрим фильмы и прочее. А потом, после удаления Ютуба, всё это обострилось, и я начал бухать ещё больше. Вот я буквально полгода провёл в диком запое, я продолжал работать, всё делать, но я выпивал сперва там полбутылки, бутылку вина в день, а в итоге всё дошло через несколько месяцев до 0,8, там 0,7 вискаря в день. То есть 0,8 это уже опасно, это когда у тебя уже 0,7 кончается, и надо ещё подоткрыть вторую, а там уже пока тебе не вырубить. Именно так, я не мог без этого спать и всё. Вопрос, а типа, ну люди по-разному бухают? А ты вот бухал именно, ну, точнее, ты бухаешь, твой типаж бухания... В ноль, пока не отрублюсь в ноль, я не сдамся. От чего, как бы, или не знаю, или для чего? Ну, то есть... Настроение просто улучшается, знаешь. Типа дофаминовая зависимость, становится хорошо, мне становится интересно всем заниматься. Я и читал, в основном, сидел под бухлом, и с людьми общался, а так я, короче, становлюсь какой-то такой не особо общительный. Ну, понятно. У меня так весь 22-й было год, особенно летом, то есть у меня прям жёстко очень были тревоги и депрессии, и я просто возвращался домой и без бутылки там вина или... не мог. Мы должны сказать, что, конечно, чрезмерное употребление алкоголя ведёт вас к неминуемой гибели. Я, кстати, не согласен. Мне кажется, чрезмерного употребления не алкоголя не бывает. Всегда всё им всё равно заканчивается. То есть любое количество алкоголя оно ведёт рано или поздно. Я вот, ну, в итоге я же понял, что у меня проблемы как бы серьёзные. Я потом сел на курс антидепрессантов, мне под ними запретили пить, и всё равно 4 месяца, и вот это закончилось опять алкоголизмом. Причём, знаешь, последний раз я ехал, короче, в Питере был, мы там были на съёмках, ночью набухались, ну, после съёмок. Я пришёл в номер отеля, лёг спать, в 2 часа ночи просыпаюсь от дикой тревоги. Заканчиваю себе ещё там 0.3-0.4 вискаря, выпиваю, ложусь спать, просыпаюсь в 9 утра, опять с чувством тревоги. Беру пару бутылок вина, высаживаю, и вот так вот до поезда, до вечера, и вечером в поезде ещё нахреначился, с утра такой, блин, надо что-то делать. Записался к наркологу, и он мне объяснил, что у меня в любом случае, ну, мне надо навсегда отказываться полностью от алкоголя, потому что у меня любое, вот то, что в Новый год 31-го я выпью чуть-чуть, через день, через два, и опять сорвусь, и это всё равно всё будет заканчиваться запоем. Ну, много чего он интересного про алкоголь рассказал, на самом деле это действительно узаконенный яд. Точно так же, как и курение. Слушай, ну, конечно, не-не-не, такие вещи, любые, скажем, подакцизные товары, вот, они всё-таки вызывают зависимость. А это помимо курения на алкоголе, это ещё и автомобили, и... Женщины, Духи, для кого-то и мужчины, Драгоценные камни, то есть, ну, как бы здесь, здесь действительно, это очень интересно, как к этому подходили люди ещё давным-давно, когда налоги просто надо было читать, да, то есть... Ты, кстати, к психотерапевту ходишь или нет? И как? Помогает? Да, на самом деле, да, вот. Правда, последний раз мы с психотерапевтом расстались, потому что, ну, мне очень не нравился её звук, она просто через микрофон ноутбука записывалась, я не мог это терпеть. А ты онлайн, не очно? Онлайн, очно, я живу очень далеко, я уехал подальше из Москвы. От цивилизации. Ну, да, мне нравится такой, знаешь, весьма уединённый образ жизни, я себе там построил зал, сделал студию для записи, музыкальную студию, и я просто так вот целыми днями занимаюсь творчеством, просто, ну, повторюсь, алкоголь, он как бы губит в этом плане, поэтому я вот буду с ним бороться. Я вообще в определённый момент своей жизни, когда там ещё был студентом, значит, и так далее, конечно, мне хочется ездить уже самому, а не ездить там на метро, вот. Я купил себе, значит, скутер, и вот это было, кстати, для меня таким шагом когда-то. Ну, а я почему-то стал просто меньше пить, то есть я как бы постоянно за рулём, ну, а пьяный я никогда в жизни, то есть за руль не сяду, то есть у меня даже с похмелья не бывает такого, что я, короче... За руль скутера. Да-да-да. Пьяная авария трёх скутеров. Вот, поэтому я в этом плане и сейчас, то есть, да, там, за рулём автомобиля, я понимаю, не-не-не, сегодня не пью, завтра не пью, там, и так далее. Слушай, на самом деле, нужно себе позволить не пить кто-то смог с этого соскочить, а если у тебя действительно глушащая тревога каждый день, и ты просто без этого не можешь, ну, тут нужно сверхусилие. Да, причём, знаешь, я типа днём сижу, днём нормально, а под вечер начинается такое-то, вот у меня Ютуба нет, притока новой аудитории нет, но я, конечно, охренел, но, наверное, вот после удаления процентов от 90 аудитории, по моим личным ощущениям, они со мной остались. А какие-то метрики это... Да как ты поймёшь? Оно всё, не пойми, как просмотры... Но ты имеешь в виду 90% именно те, что прям твои, или вообще целиком от твоих всех подписчиков? Не, ну, слушай, целиком, знаешь, вот недавно тоже я чуть-чуть не забухал, пришёл к корешу на концерт, а там, короче, ну, тиктокеры, блогеры, и типа они такие, о-о-о, там сфоткаться, все дела фоткаются со мной. Говорят, слушай, а ты что сейчас делаешь, что после того, как канал удалили? Ну, такой, сука, да я тем же самым занимаюсь, б***ь. Типа, ну, просто многие люди вот вообще потеряли, а они типа не знают, что я есть. Да. Что я продолжаю тем же самым заниматься. Или недавно тоже я пост там какой-то написал, мне написал чел со словами поддержки, и начинает, ну, а чё ты с Яндексом не договоришься, чтобы у них выкладывать? Я думаю, ну, б***ь, ты б***ь, что ли, братишка, ну, земля тебе б***ь пухом просто. Я говорю, я выкладываю дальше. Он такой, а, понятно. Ну, тогда перерыв надо. Просто, причём известный блогер. Да, все б***ь советчики на самом деле. Меня на самом деле не люблю то, что советы раздают. Люди думают, ты пишешь это для того, чтобы поныться, чтобы тебя пожалели. Естественно, б***ь. Мне просто нравится писать как есть. Я захожу в Инстаграм, все идеальны, все б***ь, а мне вот нравится рассказывать о каких-то своих проблемах, но мне эта жалость, она б***ь, не нужна, вот реально, объективно. Ну, просто мне вот даже в кино и где-то ещё мне нравятся персонажи, которые, типа, терпят неудачу, потому что ты смотришь на идеальную жизнь, идеальных людей в Инстаграме, хотя по факту, б***ь, столько моделей знакомых. Все б***ь тебе лица утягивают этими приложениями китайскими. Эти б***ь талии утягивают и прочее. Ну, то есть, а мне вот нравится быть, типа, показывать, что, ну, ребятки, жизнь — это не только победа, это ещё и поражение. У меня просто этот, цитаты из Роккин. «Неважно, как сильно тебя бьёт жизнь, главное, какой силы удар ты можешь выдержать». Да-да. Ну, мне, кстати, нравится такая хорошая философия, поэтому я вот предпочитаю быть таким неваляшкой. Я тренируюсь не для того, чтобы ломать других, я тренируюсь для того, чтобы ломать себя, знаешь. У самурая наркоманы есть только дорога. Так, ну, про Украину потом. Да, к этому мы ещё вернёмся. Просто недавно была эта ситуация с батл-рэпером в 2023 году. Киргизский, ну, он гражданин России, но сам по себе не русской этничности. И шутка была неуместная. Её резко стали канцелить. Я вдруг зашёл на канал «Версус». А что же ты не озвучишь? Там была шутка про то, что, значит, ударили... Убью беременную русскую. Ну, я видел, я в новостной повестке. Вот, да. Мы просто должны ещё, да, зрителям по этому... И я захожу на канал «Версус» и понимаю, что там ничего нет. Ни баттлы с Оксимироном, ничего вообще. Я думаю, блин, а где тот Ютуб из, там, 17-го года, ещё раньше, может быть, который, в принципе, был Ютубом как феноменом. То есть нету каких-то независимых персонажей, которые могли появиться просто вот как персонажи. Нету каких-то альтернативных форматов. Нету конфликтов даже особенно ярких. Нету среды от этого, да. То есть мы вот как бы понимаем, что эти люди как будто бы пропали. Ни Ларина, ни Хованского. Ну, смотришь, как будто они есть. Нет, ну Ларин сторчался. Ну, он Собчак интервью даёт, говорит... Да, без проблем. Говорит, Стас, подментованный, я зарабатываю 5 тысяч... Блин, это вообще... Просто с этим подментованным. Я должен был у одного либерального лидера, прямо вот вы его точно знаете, очень известного, могу не для кадра сказать. С ним мой продюсер договаривается. Стас, хотел меня посадить. Я думаю, ты что вообще... Что ли? И он это говорит прям как капломб. Действительно, как вот факт. Я такой, кого я пытался... Че ты, что ли? Стас, ты подментованный. Стас, ты подментованный. Конечно. Ну, вот. Че тогда-то тянуть с этим? Главное, спросить у первоисточника, а не переспрашивать там у Ларинах и так далее. Мы сделали это за вас. Да. Вот они действительно, они живут в мире какой-то шизы. Но, знаешь, вот то, о чем ты говорил, это на самом деле совершенно нормально, потому что у нас сейчас два типа цензуры. Одна цензура государственная, потому что государство пытается себя защищать, а другая цензура, она так называемая частная дискриминация. Это как раз-таки YouTube и все остальное. Если государство хочет видеть нас патриотичными, то YouTube и все остальное хотят видеть нас соевыми. Это же началось не после 22-го года и пресловутой специальной военной операции. А где ты видишь начало? Я вижу начало, когда начали блокировать ребят таких, вы знаете, iDubs? Нет. Они делали юмор, очень жесткий юмор. Мне такое не нравится, но у них начали отменять рекламные контракты. Это все начинается с культуры отмены, я считаю. Когда что-то не то слово на букву N или на букву P сказал, тебя начинают отменять. И блогеры, они сами, и стримеры, они начинают подстраиваться. Когда рекламодатели всякие начали уходить и прочее, это все начинается с этого. Но ты про крупников иностранных, кстати. Да, началось все это, опять же, с Америки. И вот iDubs. Я, наверное, знаете, поворотной точкой, я бы, наверное, вот эту ситуацию с PewDiePie и его неуместной шуткой на мосту бы назвал, когда тебя снимают монетизацию, когда тебя начинают отменять, когда начинают удалять каналы и все остальное. Началась тотальная частная цензура от самого YouTube и от Google. Говорчик-то по Фрейду. И с этого все началось. В итоге у нас сейчас просто соевое поколение. Веселье. Вот знаете, сериал у меня есть любимый, Lex. Там вот есть серия, где все должны там улыбаться, иначе у тебя падают рейтинги, и тебя убивают. Там такая отдельная планета в темной вселенной есть. Ну, такое было же, по-моему, и в этом, в, как его называют, в Черном зеркале. Чего-то не было в Черном зеркале. Да-да-да. Ну, они, на самом деле, многие смыслы как бы брали из старой фантастики, как раз-таки 90-х и 2000-х. Вот такая ситуация. Надо улыбаться, надо быть family-friendly, но за это family-friendly ты должен быть готов убить всех, кто не family-friendly, всех, кто плохие. Так, и, короче, сейчас просто сфера из-за этого никакая не может создастся. Там ничего нет. То есть, если ты посмотришь на все шоу, ты клик-клак, хорошо, и ушел в телик. Там крупные продюсерские бабки, развлекательные передачи, какие-нибудь тиктокеры бессмысленные, которые, не знаю... Не, ну у них тоже есть как бы внутренние там, наверняка, я просто не знаю, между ними бывают конфликты, или они действительно солнечные дети, как бы. Не, ну там есть конфликты, типа, он арбузер, все, отменяем, он арбузер. Я понял, все, арбузер. Нам не нужны доказательства, ничего. Там недавно даже была ситуация, чел суициднулся один какой-то, в маске там снимался. Он суициднулся, потому что какая-то малолетка выложила переписку с ним, где она к нему там кадрилась, но опять же все выставило по-другому. Оно на самом деле вот как бы есть, просто теперь фокус сменился. Если раньше мы о чем-то высоком говорили, то, как говорил Тайлер Дерден, все, что волнует меня, это знаменитости и скандалы. Ну вот теперь вот это вот. Нельзя высказывать политическую позицию вообще. У меня даже, я когда там еще высказывался так с сомнением в сторону того, что нужно Украину поддерживать, еще в начале СВО, когда я не смог разобраться в теме, как мне кажется, нормально. Уже там, я был амбассадором банка, там со своими фирменными картами, они все ушли. Даже попросили меня не дорабатывать обязательства рекламные, за которые они мне заплатили. Но они тебе все как бы там отдают? Ну то есть положено. Они все вот вообще, все четко. Я сам пытался с ними работать. Я всегда расставаться хочу и с рекламодателями со всеми красиво, если даже мы решили, что нам дальше работать не надо. Ну вот, собственно. Ну они, может, еще в благодарность меня тогда пытался перебить. Они мне предлагали в полтора раза больше, чем ч**ов. Я сказал, нет, идите. Это их позиция. В политический контент не лезть. Отличный банк, вот, великолепный. Я сам до сих пор пользуюсь. И я вам скажу, высказаться, это было не просто смело. Это было п**ть как смело. А, кстати, ты, получается, сейчас живешь в основном на бусте, да? Ну только на бусте, да. Только на бусте. То есть ты полностью перестроил сайты? Долго занимало по времени? Что занимало? Просто я делаю то же самое, что и делал. А у тебя есть финансовая подушка, там, и так далее? То есть, ну, ты как бы финансово устроен нормально. То есть ты как бы не то, что у тебя, знаешь, там, условно, я не знаю, там, что-то произойдет, знаешь, бусте рухнул, и ты запиваешь, и, собственно, и дом твой рушит. Ну, слушай, я как бы, как сказать, я не из тех, кто там, типа, деньги на шмотки, на всякую... Понял, да. У меня большинство блогеров знакомых, они там, типа, более-менее популярны стали, все, п**ть, Дольче Габана, там, Болинсяги и прочее. Не, я все инвестировал, я все вкладывал. У меня, ну, сейчас я тебе скажу даже так, у меня вот свой продакшн, я, ребят, там, забрал со своих старых работ, но друзей подтянул, потому что я только с друзьями могу работать. Подтянул, всех их учу на съемку, и вот мы сейчас мне скетчи снимаем, плюс еще сейчас вот будем делать проекты. Я вот в Ире не стал в этом году подаваться, потому что, ну, мы с Ириной сошлись на одном, они... Я люблю долгие 4-5-часовые ролики. Они за то, чтобы все разделять по сериям. Поэтому весь потенциальный доход я поддерживал, но я не могу так жить, я хочу, чтобы было сделано, как я хочу. Поэтому я вот даже здесь смог, но Ире я очень благодарен, потому что они, ну, поддерживают блогеров, которых удалили и прочее, они большие молодцы в этом плане. Но у меня вот друзьям, которые с Ириной сейчас будут работать, я им буду продакшн делать, вот хочу в этом направлении, потому что, ну, я не могу больше ничем заниматься, поскольку на Ютьюбе меня сразу блочат, а у меня есть потребность делать контент, который увидят многие. Увы. Про рекламу я к тому, что пути... То есть раньше эти пути взлета, какой-то раскрутки, они были чуть более как будто очевидны. Ты заводишь канал на Ютьюбе, записываешь ролики, рано или поздно там в комьюнити входишь, и вот ты известный. А сейчас, если ты хочешь делать контент, особенно не на развлекательную тематику, то у тебя большая проблема, потому что Ютьюб тебя может потереть, а отечественные площадки, они как будто... Ну, они не объективны, то есть денег ты там точно не заработаешь, рекламодатели их не понимают толком. Более того, рекламодатели могут посчитать, что ты токсичный... Да, у них просто может быть, да, присловие с ВОО, у них может быть там какая-то... Аллергия большая, да. Да, большая, да, там люди кладутся сразу, да, выкладывают. Ну, как бы у либеральных блогеров остались, рекламодатели, ясно, там и прочие сервисы, которые как будто традиционно в этом сегменте, они рекламировались. А здесь нет. И тебе остается идти за деньгами куда? Только к государству. Ну, там тоже какие-то... Слушай, ну, не скажи, у меня же рекламодатели в моих новостных выпусках есть. Тут вопрос в том, ну, типа, ты какой блогер? Ты сидишь, блядь, ждешь у моря погоды, что к тебе придут, и тебе денег кто-то предложит. Ни хуя такого не будет. Ну, я сам пишу. Я вот, знаешь, как грамотную схему придумал. Смотрю, кто у Артемия Лебедева рекламируется. Пишу им, говорю. А вот здрасте. Ну, значит, уже люди, которые готовы. Ну, конечно, реклама у меня стала значительно дешевле, но нет. В этом плане... Ну, смотри, какие деньги ты хочешь зарабатывать. Но вот я могу сам заработать, я могу написать рекламодателю, я могу придумать какой-то сценарий, какую-то интеграцию, еще что-то. Но большинство, как бы они даже от креатива отказываются, они говорят, нет, просто в кадре расскажи, я там придумываю что-то на хромаке там снять и прочее. Вот. Но нет, если ты готов двигаться, то все равно. И опять же, ты можешь курсы делать обучающие. Тут же дело не в том, что ты становишься какой-то блиновский или чем-то таким, но вот людям нравится, как я общаюсь. Им нравится меня, например, слушать. И, разумеется, послушать про монтаж в файнал-кате от меня им будет интереснее. У меня вот сейчас есть моя платформа, как просто .ru, и там вот я сейчас готовлю курсы по актерской речи, но там буду с актрисой одной снимать. Ну, то есть она будет меня, типа, учить вот на камеру, потому что я свою речь за буквально там пять лет смог преобразовать до неузнаваемости. Я вчера смотрел твой ролик, я не знаю, ну, это, наверное, не пять лет, наверное, года четыре, ну, три-четыре года назад. Да. Совершенно другой человек. Да, да. Ну, то есть я вот над этим реально работал, у меня есть определенный опыт, и я могу им поделиться, и людям, наверное, от меня будет интересно послушать. Вот. Ну, то есть можно и на этом заработать. Я вам скажу, что обучающие курсы, даже с учетом того, что мой курс, я там вначале говорю, если скачали с торрентов, я ни в коем случае не против, это ваше право. Но если вы тем знанием, которое вы получили от меня, найдете практическое применение... Не, недовольны. Если вы начнете на этом зарабатывать, ну, купите этот курс. Типа, просто верните, так скажем, долг. А так можете скачивать с торрента, смотреть. И мне кажется, такой подход честный. То есть я торренты, раздача, я же могу блокировать, но я даже никогда этого не делал, потому что, ну, вот, человек посмотрел, если ему это принесло бабки, пусть он мне платит тоже. Какая-то антиинфо-цыганская тема, короче. Не, а я вот долго думал. Она честная, правда, да-да-да. Мне показалось, это самое оптимальное. Плюсы, как бы, ну, я вот могу сказать, да, то есть ты как вообще начинал же, как блогер, сам, правильно? То есть сам начал снимать, сам монтировать там и так далее. Ну, и к этому пришел, что ты, в принципе, можешь на себе зациклить любой, ну, любой процесс. Процесс, да. Да, то есть ты можешь от А до Я сделать самостоятельно видеоролик. Ну, я и делаю. Вот, да. Я имею в виду то, что если ты сейчас берешься за продакшн, наверное, это тебе будет только в плюс, потому что бывают люди, ну, опять же, я очень много людей знаю, которые я хочу, значит, продакшн, а по факту в жизни там работал, ну, условно, там, продюсером, который, ну, собственно, и оптику там на камерах не отличает и так далее. Не, я тебе скажу так, у меня не то, что вот продакшн я хочу делать, у меня даже оборудование все купленное, то есть у меня семь камер Sony Alpha A7S III. Да. У меня в оптике два чемодана, то есть я в это... Ну, в оптику у меня вообще никогда не в падлу было вкладываться, у меня даже на Marfote есть, вот, рекордеры для запек... На каждую камеру рекордер, то есть вот, ну, мы... Все есть, короче. Мы сейчас тренируемся, да, то есть мне даже не надо будет за это бабки платить, у меня даже стойки есть, журавли вот такие же, Avenger'ы, нет, у вас не такие, у меня вот поплотнее они, ну, чтобы дальше... Я понял, надо все это выставлять. То есть вообще все, и монтажеры, которых я надрочил, и плагинов на несколько миллионов куплено, то есть у меня полный цикл. Упакован, получается. Ну, поэтому мы так поздно обзавелись собственным жильем. Но жена всегда поддерживала эти мои начинания. Это главное. Да. А, ну, про деньги-то поняли, а про медийный скорее. То есть если посмотреть на инфополя, то новых имен особо не появилось, либо появилось, но, как тебе сказать, стало все более нишевым, диверсифицированным. Как бы они локальные в своих комьюнити, и выйти на большую аудиторию не получается никогда. А почему так происходит, и можно ли это как-то исправить? Ну, я не знаю, как это исправишь. Ну, цензура ужесточилась, алгоритмы стали более, так скажем, жестокими. Вот. Поэтому, ну, будут какие-то... Понимаешь, что ты имеешь в виду новые имена? Когда говорят, условно, либеральная критика, говорят молодые Соловьевы. Они имеют в виду, там, тебя, они имеют в виду, даже не знаю, кого еще. Колю Соболева, наверное, не имеют. Хотя уже... Да-да-да, наверное, можно так сказать. Потому что было очень интересно, когда вот Сергей как раз приходил к тебе на шок. Я не видел, потому что я помню, что Коля тапки монтировал в пранк, и там на Дружкодис писал. А потом я стою у тебя на шоу и слышу Катехан, Александр Геевич Дугин «Либерализм — это рабство». Я такой, так, блядь, подождите. В какой ебаный лор я попал? Да-да-да. Может, вселенная еще плохо изучена. Да, можешь снова просто показывать инфаркты у метро, блин, типа там какие-то социальные эксперименты. Ну да, стоит Николай Соболев, депутат от ЛДПР, еще какая-то женщина кричит. Я такой, блядь. Да, сильно. Подумал бы я об этом в 2016-2017 году. Да, вряд ли. Ну, Коля, стало интересно. Ну, кроме того, оно такое, на хайпе в итоге стала политическая жизнь. И у нас, типа, знаешь, у нас же... А Николай Соболев признан иноагентом. Да, обязательно должны сказать. К огромному сожалению, надеемся, что это будет исправлено. У нас же такая жизнь, если ты делаешь какой-то развлекательный контент, там, веселишься, хихоньки-дыхахоньки, там, Шурыгину обозреваешь, тебе в какой-то момент приходят люди в комментариях «Блин, там Навальный или Путин? Чего ты не высказываешься? Чего засал?» Он такой, кто ссыкло? Я ссыкло. Все, нахуй. Ролик оппозиционный. Поэтому все эти люди-то и побежали. Потому что творческая интеллигенция, что-то не гражданин, что-то не Мандельштам, не Сергей Довлатов. Давай срочно высказывайся. В итоге каждый долб... который прочитал две с половиной книги, он считает, нужно высказаться на тему политики. Типа Дмитрия Быкова. Причем две с половиной своих книг. Да, да, да. Вы книгу написали, вы ее хотя бы читали. Ну, Быков это, конечно... Да нет, ну слушай, тут больше претензий, мне кажется, не к Быкову с Акуниным, а к российской власти этих двух спонсировали. Думали, вы их деньгами задобрите, ну, нате, получаете. Да, а что там? Ты про что? Какое задобрить? Ну, им же выделяли финансирование на грантах, они сидели на всем. Ну, слушай, да там все равно такие косвенные вещи. То есть это как бы, когда ты хочешь снимать фильм, это же не значит, что Акунин действительно там продюсирует Азазель, который там снимали для площадок. Ну, вообще нет. Но получил он деньги с этого? Ну, получил, хорошо. А могли бы дать кому-нибудь вот более... Ну, ладно, нет. Тут вопрос уже, мне кажется, решен. Просто всем понятно, что да, они готовы донатить ВСУ и плохо, значит, отзываются, так скажем... Ну, с Быковым давно понятен вопрос, в принципе. Ну, смотри, возвращаясь по поводу новых имен, я думаю, оно все уже устояло. Сейчас люди, они занимаются самоцензурой тотальнейшей, они боятся что-либо сказать, они боятся как-то выглядеть. Ведь вон этот Прилепин недавно написал, что фильм про Донбасс, сериал снимает, и там 80% актеров, которые не заявляли никак, там, черных квадратов не выставляли и нет войны, не писали, они, ну, они отказываются просто сниматься. Я скажу так, вот я блогеров-миллионников очень много знаю, которые такие, ой, п***, типа, я за Россию, но п*** об этом вообще когда-либо скажу, потому что это п***. Я потеряю все, я столько работал, но не ради этого. Поэтому, ну, мы находимся в такой ситуации, когда Россию поддерживать, это просто лишаться своего дохода. А большинство людей, они думают о шкурных интересах, я не с какой-то отрицательной коннотацией это говорю. Ну, действительно, ну, б***, мне это надо, я уже живу, у меня дети, семья, я всех, типа, сделал, всем жизнь обеспечил, что я буду вот рыпаться? Вот, это я просто д***, еб. Нет, ты думаешь, там только в шкурном интересе? Ну, конечно, человек не хочет потерять все, над чем он работал много лет. А мне кажется, что бывают еще и другие мотивы. Ну, типа, знаешь, то есть, ну, а когда об этом зайдет вопрос на застолье, знаешь, там, допустим, да, то есть люди встретились, понятное дело, значит, какие-то люди выступают против, и вдруг их там перевес. И человек просто не вывезет это в разговоре, понимаешь? То есть, недостаточно обоснует, и как бы и будет себя потом чувствовать неуверенно, и как бы, и зачем мне так делать? Нет, я говорю про публичное озвучивание позиций. А, про публичное? Нет, я понимаю. Это же тоже про личное жертвование комфортом. То есть, человек просто не хочет жертвовать комфортом во всех из этих случаев. Но тут гораздо больше вопросов к тому, что крупные компании просто отказываются поддерживать рекламой таких блогеров. Да, совершенно верно, да. И получается довольно забавная ситуация, что бизнес у нас концентрированный в основном в руках лояльных государств, ну, декларируемо лояльных государству акторов. Да. А по факту они такие, так, блин, лучше задонатить Эльдару Джарахову лишний раз, потому что у него более безопасная пространство. То есть ему надо на митинг ехать, у него денег на билет нет. А в Дубае митинги проходят? Специальное военное время, короче. Я вот так бы это назову, вот оно действительно, потому что оно не туда и не сюда. Но они ждут, они ждут, когда все закончится, и они снова канут через офшоры, в Британию и прочую. Большинство, на самом деле, вообще либералы, в том числе и в государственной среде. А те, кто не либералы, они вообще не понимают. Я вот просто общался с одним человеком из государства, когда был на этом, в общественной палате. Я, ну, начал там про Ютуб разговор, он говорит, у нас есть смотрим. Это вот люди могут идти туда и смотреть. Я такой, пи***. Ладно, все. И смотрю, у человека кнопочный телефон. А тебе не кажется, кстати, что это структурная проблема, что те, кто не либералы, не понимают практически нигде? Ну да. А почему так происходит? Ты, пи***. Ну, типа, ты отрываешься от обычной жизни. Вот реально. Ты в какой-то момент просто живешь уже в каком-то... Знаешь, вот мне кажется, это с возрастом еще связано. Типа после 25-ти, после 30-ти лет, я уже в App Store не заходил, уже, наверное, год не смотрел новые приложения, которые мне бы помогли улучшить мою продуктивность. Я как будто уже, типа, знаешь, состоялся, определился, что мне надо делать, какие там, ну, каким вещами я хочу обучаться, и все. Ну, типа, ты в какой-то момент костенеешь, и тебе становится просто пи***. А у нас большинство, это все-таки там во власти такие люди пожилые. Ну, как и в США, но в США очень много всяких вот этих вот молодых политиков. А у нас такой все-таки есть внегласный договор с государством года, наверное, с 2007-го, что типа, все, у нас все с***, мы ресурсы продаем, мы никак в политической жизни не участвуем. Ну, может, оно и к лучшему, конечно, когда смотришь на Егоров-Жуковых и остальных ребят. А можно попросить еще кофе, пожалуйста? Да, можно. Я его, короче, там была дискуссия о вышке по поводу памятника Дзержинскому. И защищал Дзержинского на дебатах с Жуковым, при этом я не коммунист, как бы я просто вот говорю. Нет, просто когда начинается на памятник вот этой х*** Проблема, на самом деле, более важная, мне кажется. Это все-таки вопрос именно покаяния. То есть мы что-то убираем, значит, мы отказываемся от этих ценностей, значит, мы, по сути, не уважаем собственную историю. Это, на мой взгляд, то, как был, ну, в некоторой степени, я считаю, что русские, ну, как бы, униженная, уничтоженная нация. Ну, вот, действительно, потому что мы сами целенаправленно отказались от своей собственной памяти ради покаяния. Вот я недавно на Соловке ездил, это вот моя следующая сейчас большая работа будет. Там просто, прикинь, короче, я захожу в церковную лавку, там стоит книги вот этих вот заключенных ГУЛАГа, там, где их письма и прочее, и рядом, типа, как правильно каяться и прочее. Я это прям заснял, вот, хочу в фильм вставить. Это большая проблема. Типа, почему я должен каяться за какие-то исторические вещи? Кроме того, это и Сталина, я думаю, сейчас вообще очень сильно переосмыслят фигуру. Ты ж еб***ь. Ну, раньше-то проблем таких не было, когда либералов еб***ли. Ну вот, пора уже начинать снова. Моя любимая история, это Арслан Энн. Вы вообще знаете это? Это кто? Это ох***ный чувак. Вот, я думаю, может, про него даже видео сделать, потому что многие этого не заметили. Короче, Навальный объявляет конкурс на типа лучшего. Признан экстремистам и террористам, и т.д. и т.п. И гомосексуалам. И, короче, объявляет конкурс на лучшего либерального блогера, который этот кровавый путинский режим разоблачит. И там приз что-то стоили, 200 тысяч рублей, я уже не помню. И побеждает некий чувачок Арслан Энн. И все, типа на него подписывается куча людей там и прочее. И постепенно Арслан Энн начинает задавать всякие неудобные вопросы. В итоге Навальный от него отовсюду отписывается, забывает. Либеросня в комментариях его просто уничтожает, его мешают с говном, выпускают кучу разоблачений, там либеральные блогеры. Ну и чел, короче, пропадает в итоге с Ютуба, потому что вся аудитория вот эта либеральная от него уходит. А он сам куда делся? Я не знаю, я вот иногда гуглю, он канал удалил, все стерто, но я видел только ролики с разоблачением Арслана Энн. Вот, великий человек на самом деле. На самом деле, это очень хороший старт для того, чтобы стать консервативным блогером. Да, утопить за Трампа. Так это, кстати, по-русски. То есть Лев Тихомиров, знаете, кто такой? Народник, революционер, которого немножечко прижали в свое время. И он потом уезжал, вернулся, встал на сторону царя, писал консервативные манифесты. Это вот пример такого покаявшегося, покаявшегося своих прегрешениях перед царем-батюшкой. Да, тебе не кажется, что покаяние это проблема примерно везде? То есть все те же... А когда говорят, что нужно каяться перед индейцами за то, что мы их угнетали в штатах? Они не каются. У них нет это, это не становится частью... У нас же, во-первых, светское государство, у нас покаяние это часть религии. Я вообще этого не понимаю. Я когда начинаю с кем-то из религиозных ребят дискутировать, я говорю, а чего это? Он, типа, ты грешен. Я говорю, ну а чего я грешен-то? Типа там, ты там, мысли у тебя плохие. Я говорю, так я это не контролирую, я это не выбирал. Ну вот, допустим, знаешь, там идет человек как-то смешной, я там представляю, как он сорвет. Я не знаю, это непроизвольно, а блуждающий разум, да? Ну типа, почему я должен за это каяться? Я этого не выбирал. То, что там баба красивая идет, я эрекцию испытал. Ну что, да это моя природа. Я что, должен каяться за то, потому что я, в принципе, существую. Они такие, ну типа того, да, но меня этого не не устраивает. Не, ну раз главное, что ты ничего не делал, как бы. Вопрос смотри, значит, какой, как раз, блин, а чего, Арестович удалил эту хуйню? Сейчас, ладно. Арестович прощать нельзя. Сейчас, сейчас, сейчас. Меня бесит, что сейчас все начали говорить, Арестович базу выдает, слоняра. Не, ну, что он выдавал-то до этого? Он один из людей, который целенаправленно толкнул страну 404 к этой войне. Признан в России экстремистам, террористам. Короче, нет. Правильно. У него была, тут недавно статистика, значит, американская, сколько там людей действительно испытывают... Вину? Да, вину, значит, за индейцев там и так далее. И там было порядка больше двух третей. То есть, АСССР считает, что, как бы, да, нужно... А потому что, если ты скажешь, что ты не испытываешь вину, ты, м***ь, ты шевинист. Для статистического исследования? Ну, слушай, да. Потому что статистическое исследование это что такое? У тебя какой-то мужик спрашивает на улице, так, ты разделяешь наши взгляды или нет? И ты такой, блин, ну, наверное, я их разделяю, я же не совсем, и отвечаешь ему то, что тебе кажется, он хочет услышать. Я понял. Это, короче, то, в чем упрекают обычно там всякие... Да, Крым-то кто заказывает все эти статистические исследования и прочее? Давай по-другому подойдем. Есть у них там музей истории истребления индейцев в каждом городе? Кстати, я, наверное, я не знаю... Я думаю, не в каждом, но где-то точно есть. Но где-то точно есть. О, сё, вот это вот. У нас эта часть вот эта покается, и у нас это все еще и государством спонсировалось. И многое-многое-многое другое. Поэтому нет, я все-таки не согласен, что это равнозначные вещи. Но там просто и деньги как бы замешаны в том плане, что ты как бы все равно платишь... Я в дискурсе, кстати, про покаяние очень много где встречаю, то есть у французов особенно. Есть такой автор, Паскаль Брюкнер тоже, ну, условно, лайтово левых взглядов, написал целую книжку про то, как мы в своем садомазохистическом угаре приняли все на себя, и теперь и арабов, и прочих спокойно к себе возим, а они просто сели нам на шею и скоро уничтожат наш организм политический. Слушай, арабов вы возите, потому что вы тратали им все страны, и люди вынуждены были стать беженцами. Вы у них дома отняли, и теперь вы за это платите, потому что вами прикрылась Америка, которая раздал страны. Ну, и в том числе Израиль, который использовал абсолютно сионистскую политику еще со времен Бен-Гуриона. Поэтому пусть нахукается. Они это реально делали. И за это нужно каяться? Нет, за это не должны каяться современные французы, но у меня, понимаешь, у меня такая бесперспективная, то есть у меня такая прямо, знаешь, логика, то, что человек сам, ему всегда будет п*** на политику, он хочет просто жить. Вот я когда в Мариуполе ходил по разрушенному Мариуполю, люди говорят, да нам п***, кто прав, кто виноват, просто отстаньте от нас, дайте нам построить дома обратно, чтобы мы вернулись к той жизни. Нам пофигу, в России, в Украине мы будем нам насрать. И поэтому люди глобально, они ничего изменить не могут. Ну и кроме того, а как французы что-то могут изменить, если у них база НАТО на территории их страны? Они ничего не смогут сделать. Ну чисто теоретически они могут проголосовать за Липен. Липен выходит из командования НАТО. Мне кажется, слишком много. Не, ну что, Деголь выходил из НАТО? Слушай, есть такая замечательная у США операция Гладио, и там у них, ну значит, вы знаете, что там была такая доктрина, если побеждают коммунисты, мы устраиваем насильное свержение власти. Ни у одной европейской страны, состоящей в НАТО, сейчас нет вообще никакой политической субъектности. И человек, по сути, ничего изменить не может. Изменить политику своего государства он не может. Нет, они, конечно, могут выйти на митинг, сказать, посмотрите, мы здесь власть, и пойти на *** после этого. Ну конечно, если заточил газ, дубинки и разбитые витрины будут. Да, у них нет никакой, это данность именно капиталистической системы. То есть, ты с этим ничего не сделаешь. Ну и тот же там Шарль Деголь, мы прекрасно помним, чем закончились его противостояния с американцами, как он пытался хотя бы какую-то субъектность себе получить. Это все одна большая система, и без второго противовеса, желательно социалистического, то бишь более прогрессивного, ну ничего не изменится. Поэтому, но кается простой человек за действие своего государства не должен. Но, кстати, ты пытался же вытащить Кацца на вопрос о коллективной ответственности. Да. признанного иноагентом, кстати, опять, да, Максим Кац, признанного агентом. Твою мать, сколько этих людей. И он так тебе не ответил-то? Да он ни на что не ответил. Я просто потом читаю комментарии, Кац, размотал Стаса, я думаю, сука, если бы я пришел так же, отвечал, это вообще бы скандал на весь интернет был, если бы я отвечал так же, как Кац. Мы не будем об этом говорить, мы не... Это наша страна. И потом начинается... Я не снимаю про Израиль. Потом начинается война в секторе газа, все, 10 тысяч роликов, Ну, кстати, хороший вопрос, ну, ему все-таки, да, понятное дело, что ему пишут, понятное дело, что он это подгоняет под себя, но ты его пытался просто поймать на всяких противоречиях, вот, но мне кажется, просто он не может как цензор, да, условно, как редактор, он не может все внутри сопоставить у себя в голове, да, и держать это как дом советов такой большой. А ты вот его позвал, вот ты как считаешь, вот ты в сухом остатке как бы вышел победителем или никто вышел, не вышел победителем, или он... Я считаю, что... Слушай, я не думаю такими категориями победитель, проигравшим, мне просто было весело. Круто, нет, круто. Когда Певчих пишет твит и репостит, вот тут вдул бы Певчих, блядь, вот ради вот этой хуйни все было, понимаешь, это было весело. В связи с этим очень важный вопрос. Мария Певчих признана иноагентом Российской Федерации. А нахуйным иноагентом, прошу отметить. А, то есть ты бы вдул Певчих. Конечно. Но только чтобы она была в нацистской форме при этом. Я бы еще приговаривал, что, сука, хочешь еще как в 45-м? Вот, все, понятно. Вопрос закрыт. Не, кстати, а ты с чем связываешь ее? Сексуальность? Сексуальность, да. Да, я просто... Не, для меня лично, то, что она такая, знаешь, короче, темная женщина, прям злая. Хочется вот прям вот... Вот прям вот, знаешь, такая вот, мне кажется, она очень жесткая. У меня жена говорит просто... Ну, как она может... У нее вообще нет никакого... Я говорю, подожди, это Кройла Девиль, это что-то вот такое... Ну, она похожа на отсмотр сейчас сюда действительно в какой-нибудь концлагере. Короче, и самое интересное, что, типа, знаешь... Я бы ее на роль Еве Браун взял в фильме про Гитлера. А, вот как. Да, вот, кстати, да, было бы неплохо. Ну, вряд ли она согласится. Просто хочу, чтобы она в коже была такой и доминировалась. А потом застрелилась, да? Или как там было? Била мне по щу... Ладно, что-то начинает какой-то. Не, просто есть... Хорошо, что певчиха не кат снова. Существуют женщины, когда женщины говорят, о, она типа, да, она клевая, она прикольная. То есть, когда нравятся женщинам и мужчинам, и, да, и там... И все восхищаются каким-то одним человеком. А здесь все-таки только мужики такие, да, вот это да, вот это хорошее. А женщины говорят, да как, она же, блин, она же страшная, она какая-то неправильная, там, и так далее. Ну, короче, и у нас, кстати, есть некоторые коллеги, которые говорят, что, да, я бы тоже... Хотя, с другой стороны, после навала, что, блядь, что-то неохотно... Не факт, не факт. Вот ты что, реально так считаешь? Я думаю, что да. Ну, понятно. Ну, то есть, типа, просто ездили... Я думаю, там эта бутылка с новичком побывала не только в стакане, но еще в одном месте. Типа, смотри, то, что они там в номере отеля были, но это похоже на такой, знаешь, сеанс, типа, как 50 оттенков серого. Там, наверное, отель был что-то вроде подушкина московского. Там, типа, вот... Да, они были там где-то в Кафтанчиково там и так далее. Нет, в Кафтанчиково не были. Не следил за историей. И потом он полетел именно в Германию, что тоже страна славится своим жестким порно. Что тоже, как бы, не совпадение. Давай топ-3 твоих любимых оппозиционеров. Да. Ну, ну... Ну, кого вдул бы именно? Нет, нет, нет. В других плоскотях. Любой. Вы знаешь, типа, знаешь, там, лютый шиз. Вы знаешь, там, вот какие-то либо шизы... А там есть не шизы? Хороший вопрос. Мне кажется, что и есть. Ну, не знаю, самый лютый шиз, это, конечно, Валерий Соловьи. Я пытался его нападать. Я его фанат. Это великолепно. Он признан агентом кем-нибудь. Он признан, кажется. А хотя не... Не знаю, он, по-моему, до сих пор спокойно преподает. Так, конечно, плашку вначале повесь и весь его подкаст. Он даже еще Яндекс. И Валерий Соловьев фанат. Да. Просто вот гений. Это знаете, короче, от Владимира Соловьева пытались склонировать, когда поняли, что нужен пропагандист. Но что-то пошло не по плану. Ошибка в геноме и появляется Валерий Соловей. Он лысеет, короче, и начинает вот эти вот теории пускать. Причем, что, знаешь, он как бы по Москве-то абсолютно спокойно ходит. Красава, вообще уважение. У меня мама недавно рассказывала, что еду, значит, на автобусе, по-моему, да. И просто вижу, он спокойно там на Новослободской переходит дорогу. То есть вообще... Человек вообще ничего не боится. И он всем переходит дорогу. Да. Ну и очень интересно, конечно, что он много шизит. Ну, хорошо, ладно. Соловей потом. Причем Соловей, он же читал лекции по информационной борьбе и влиянию конспирологических теорий. И рассказывал про конспирологию. И очень многие люди сейчас думают, что он как будто ставит на себе эксперимент и превращает себя в такого ученого-антрополога, который просто вот заражает всей этой конспирологической чешной населением. Скорее даже в научную работу. Ну, то есть он намеренно сделал себя паранойиком, идиотом и прочим, чтобы вот показать, как это работает. И других объяснений не находят. А Пригожин сейчас ждет выборов 24-го года в Африке. Они оба-лысые, между прочим. А оригиналы убили в 2000-х, короче. Причем это сделали вот мурты банкетные. Знаем мы этих. Но здесь вот люди не видят очевидного объяснения, которое просто на виду. Они все в какие-то шизотеории. Да не хочется верить, но это же скучно, натурально. То есть ты не можешь верить. Ну, типа, просто случилось так. Нет, причем самое интересное, что он это озвучивает, а его все равно те же люди зовут и задают вопросы так, как будто вот он действительно серьезный комментатор. Я думаю, это коллективный заговор поиздеваться. Есть еще следующий уровень, когда, значит, когда было, значит, Путин умер. Все, типа, и все такие. Генерал СВР подписываются на канал. Да, генерал СВР и так далее. Да, там быстро что-то там подумали. И потом, значит, об этом говорит Соловей. И вдруг уже появляются трактовщики Соловья, которые говорят, ну, когда он сказал, что Путин умер. Путин-то на самом деле не умер, но нам Соловей подает какой-то определенный сигнал. Мы сейчас его поймем. Вот такой. Да, да, какой-то вообще жутко. И ты думаешь, ну, вот до такой степени шизы доходить уже, дорогие друзья, по-моему, действительно глупо. После Соловья давай, кто на втором? Ну, он не либерал Позняков. Позняков. За Позняковым интересно тоже наблюдать. Ну, шиз. Шиз. И еще тогда третьего. Ну, а вы видели порнуху с Позняковым? Нет, нет. А есть прям? Да, да, я охренел. Я тебе скину потом. Хорошо. Там он, вот именно порно, знаешь, такое, двухтысячных, снятое прям так вот еще хреново на какой-то хендикам. А точно он или просто? Это точно он, там вариантов никаких нет. Все, понятно. Ну, и на третьем месте, ну, я не знаю, за кацом не так, канал Дождь. Вот их фильм про Путина, видели? Нет, еще. Не, подожди, это не у Дождя, это у фильма, типа расследования, как Путин начал... Нет, 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 расследования, что Путин это Гитлер. Короче, они там такие, смотрите. А, это да, это Дождь был, да. Это великолепный шиза. Смотрите, как бы вот, посмотрите, как сидит Гитлер в окружении банкиров Третьего Рейха, там Круп и все остальные. Теперь посмотрите, как Путин сидит в окружении Ходорковского. Очевидно, вывод, Путин это Гитлер. Вывод очевиден. Да. Такая отборная прям шиза. Я не стал смотреть вторую серию, но мне кажется, они должны были дойти до уровня, типа, смотрите, Гитлер, у него поднимаются вот плечи, когда он вдыхает воздух. Посмотрите, как дышит Путин. Все, оказано, Путин, Гитлер. Они должны до такого. Ну, и этот мне в последнее время понравился, как он называется, проект, они выпустили там документы. Тоже, про реальные причины СВО тоже, б***ь, шиза вообще отборнейшая. Ну, еб***ь ты. Ну, мне тоже было очень интересно. Я посмотрел полчаса, а потом такой, ну, как бы, мне просто жалко времени. Хотя, интересно снято, то есть, там, интересные какие-то неочевидные логические связи. А проект признанный на агентами? Да, все признаны на агентами. Мне, знаешь, мне больше всего понравилось, что реальная дата начала СВО они сделали по какой-то монетке, где было указано 20 февраля 2014 года, там, возвращение Крыма, что его планировали заранее. И когда они про бюджеты говорят, ты смотришь, какие бюджеты там выделялись на то, чтобы людей из Донбасса как-то вывести на митинги вот эти пророссийские, ты такой, б***ь, это просто смешные цифры. Ну, сколько там, какие порядки звучали? Да там даже до миллионов долларов не доходило. Там какие-то сотни тысяч, там, до 100 тысяч долларов, наверное. Блин, ну, это же украинский дискурс. Война идет уже 10 лет, потому что вам нужно показать, что Россия это бесконечный источник агрессии. Главный империалист на планете Земля, да. Да, интересно. Ну, короче, у тебя в этом топе 3 нету никакого там шиза твиттерного, там, типа, Майкла Наки, там. Слушай, ну, Майкл Наки, у меня с ним конфликт года с 16-го, 17-го, он должен был ко мне еще на этот пойти. Мне, кстати, вот очень обидно в какие-то моменты, что я запускаю какие-то мемы, а они по... Майкл Наки, сын собаки, это я придумал. Точно так же, как и, б***ь, я помню, еще я был на Ютубе, я начал говорить Евгении Пригожину и вставлять фотку Иосифа, и меня говорят, ты, б***ь, ты не разбираешься в политике. Не тех людей, да. И отписались, я помню, после этой шутки что-то полторы или две тысячи человек. Потом это зафортило, б***ь. И, типа, вот это вот все. Майкл Наки, сын собаки, мы, б***ь, с ним... Он постоянно дизу всякую вкидывал, еще со времен Зимней Вишни. Но я тогда с ним, типа, боролся, у нас должен был быть подкаст, я еще писал ему, что он, б***ь, сын шлюхи, а он пришел в комментарий, говорит, зачем ты так меня обзываешь? Он или его мама? Он. Сперва он. И мне стало стыдно, и я так извинился еще потом перед ним. Вот. Мы с ним договорились даже подкаст записать, но я что-то никак не дошел, а в итоге... Не знаю, он, мне кажется, самый одиозный из... Ну, один из самых одиозных. А ты, посмотри, вот... Я, знаешь, я не тот, чтобы сторонник всяких теорий, типа, Евгеники, но ты, б***ь, на него посмотри, б***ь, ну, по нему видно, он нездоровый. Можно говорить не про Евгенику, можно говорить там про какую-то... Какие-то генетические отклонения. Криминология какая-то, я не знаю, физиогномика правильная. Причем он из той категории российских оппозиционеров. Скажем так, есть такой телеканал прямой. Прямый. Прямый. Это украинский телеканал, который принадлежал Петру Порошенко, и он всегда был таким прозападным, проукраинским и истребиным очень сильно. И вот недавно в выдаче, потому что я повестку отслеживаю, я наткнулся на YouTube-канал этого телеканала, и там почему-то российские оппозиционеры, причем Маки, Путин возьмет, Путин уйдет через два месяца. Экономика России через два месяца. Вот такие, как они любят, прям желтушные кричащие заголовки, и там через раз Наки, Пиантковский, кто-то еще, Милов, по-моему, и ты смотришь и думаешь, так, подождите, то есть канал украинского олигарха, бывшего президента, который всегда последовательно, ну, после того, как избрался, до этого он был чуть помягче, занимает проукраинскую позицию. Почему у вас в роли постоянных ведущих, которые публикуются на ваших площадках, российские типа оппозиционеры? Как так вышло? Может быть, потому что они шизы? Вот именно поэтому, что, типа, знаешь, во-первых, они готовы себя унижать, правильно? Да нет. А почему? Ну, потому что они рассчитывают, что они будут, типа, новой властью, подконтрольной как раз таки. Они, мне кажется, действительно верят в то, что Россия проиграет, и они будут вот этой вот новой властью. Не спроста же там Милов говорит, мы всех накажем. Ну, тоже Милов просто еб*** какой-то. Ну, он вообще, он, конечно, да, он тоже надзирательный. А тебе не кажется, что это тоже проекция каких-то комплексов? Потому что, куда ни посмотри, желание повесить, наказать, вот стать главным-главным-главным и растоптать вас сапогом, потому что вы меня обижали. Так они либералы. В этом основная либеральная идея. Не зря говорят, поскреби либерала, найдешь фашиста. Вот, понимаешь, на самом деле мы можем говорить много о чем и много чего предполагать, но есть один главный вопрос. И все равно все будет упираться в него, когда ты начнешь причинно-следственные связи изучать, почему человек делает так или ядак. Ты либо за госрегулирование, либо ты за частный бизнес. То есть кому ты доверяешь? Вот этому вот всенародно избранному президенту? Или ты доверяешь главе какой-то крупной корпорации, которой ты считаешь более эффективен, мыслит законами рыночка и капитализма, и он будет всем управлять. И всегда все это меняется на это. Ты либо за частную цензуру, ну, частную дискриминацию, либо ты за госцензуру и прочее. Оно всегда все будет в это упираться. Вот они, сторонники, мы все равно же сейчас, по сути-то, получается, мы не боремся, мы, я бы так даже сказал, отражаем удар международного фашизма слэш-терроризма. Потому что я считаю, что США, ну, это вам точно вырезать на Ютубе, но я считаю, что США, это крупнейшая в мире страна террорист, просто они избрали очень грамотную стратегию создания террористических, фашистских. На мой взгляд, это одно и то же. То есть я вот даже, когда, кстати, ИГИЛ, вот чуть-чуть про ИГИЛ изучал, я находил очень много параллелей с Азовом. Вот это вот, блядь, крайне радикальная идеология, верный, неверный. Причем, что интересно, ты можешь быть верным, если ты просто примкнешь к правильной нации. То есть ты должен выбрать, за что ты будешь там сражаться, за мусульманский радикализм или за вот эту скандинавскую мифологию. Причем в Азове еще был раскол между скандинавами и славянами. Там тоже, блядь, постоянно. Ну, короче, вот этих вот радикалов. И США, они создают подобного рода радикалов. Поскольку все это было еще во времена Холодной войны создано, вот это вот ЦРУ, они пытались сражаться. Ну, хотя, я думаю, вы это и так знаете, я больше для зрителей скажу. Они должны были сражаться с коммунистической идеей. Коммунистическую идею они в итоге победили. Но эти организации, почему, мы теперь работы, что ли, лишимся? Нет, будем с Россией бороться. И вот они все, следствия, в том числе и пропаганды, кто-то из них, возможно, искренне во все это верит. Но они всего лишь следствия, и поэтому они пойдут и на Ходорковский лайф, и на популярную политику. Они, ну, это, кроме того, модно. Модно вот бороться против государства. А вопрос в связи с этим... А все еще модно или нет? Да, меня, наверное, интересует такой вопрос. Вот смотри, вот ты сейчас дал такой хороший пассаж, да, который бы назвали там базой, да, условно. Вот база. Да, кто-то. И казалось бы, да, то, что мы слышали об этом с детства, но все, пи***, не хотели в это верить. Сложная слишком фигня, в которой разбираться долго. А мне кажется, в этом просто не разбираться, всем просто казалось, что, типа, ну, ты сначала узнаешь, как будто бы, знаешь, это какая-то шок-новость. Потом ты об этом все чаще слышишь по телеку, на радио и так далее, и как будто бы это становится каким-то... Нет, это просто высмеивают. Это высмеивают. У нас конъюнктура медийная, она строго либеральная. Они все это высмеивают, и ты такой, что-то... Ты в это веришь? Какое-то влияние Америки, ты тупой, да ты шиз. И тебя просто высмеивают, и превращают в а-ля конспиролога, и ты такой, да ладно, я не ебаный, ребята, я такой же, как вы. Ну, тобой социум, потому что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Поэтому ты все равно будешь рано или поздно принимать эту фигню. Я вот даже не исключаю того, что если бы у меня круг общения был либеральный, я бы тоже в один момент такой, пи***, реально. Я получаю общественное осуждение за свою позицию, ну, наверное, я в чем-то не прав. Не могут же миллионы мух ошибаться. Это же все часто кругом общения определяется. То есть, вот ты говорил про ИГИЛ и АЗОВ, и было исследование... Запрещенные экстремистские оба... Ну, напишем, ладно. Да-да-да, все черти, короче. Было исследование про исламский терроризм, и люди писали, что вот опрашивали тех, кто вступает в эти группировки, и главная мотивация для участия в террористических сообществах, это не идея, не там желание сорокадевственниц в раю, а солидарность. Типа, как бы, я себя там чувствую нужным, важным, я могу строить дружеские связи, и, ***, у меня жизнь вроде как более-менее нормальная за счет того, что я маргинализовался. И мне кажется, что очень многие идеологические такие штуки, они базы именно про это. То есть вы ищете аутсайдеров, приходите, и вы живете нормальной жизнью, но вот как бы за такой стеночкой. Ну, как эксперимент волна, как мы помним, да, вот эта вот история. Это же то же самое, что просто ты в обществе как будто бы должен себя лучше чувствовать. Нет, это к тому, что если работать с политическими настроениями населения, то, возможно, нужно обращать внимание не на идеи сами по себе, а на каналы их распространения и на социальные сети, на круг общения, на тусовки и прочее. Ну, есть очень хорошая книга, называется «Человек убежденный», и там как раз-таки, она причем еще 90-х, по-моему, или 80-х годов, и там я просто читал, мне очень понравилось, там как раз-таки исследуется природа всех вот организаций, сект, вот этого всего. Ну, в основе там лежит, да, действительно, вот это вот человеческое... Ну, во многом и желание принадлежать чему-то большему, но и солидаризация, ты с кем-то там, ты одинокий, а тут ты приходишь в это. Я не считаю, что нужно это контролировать, я считаю, что власть всегда должна создавать альтернативу более успешную, более притягательную для молодежи, и постепенно люди будут туда подтягиваться. Но вот как раз-таки проблема в том, что в основном такие организации создают частники. Чаще всего олигархи, они создают всякие бойцовские клубы, они создают всякие организации, типа околофутбольных. Я это видел сам, ну, то есть я и бывал, можно сказать, в таких организациях молодости. Но мы всегда помним, да, что в неблагополучных районах бесплатный кружок по боксу, по какому-нибудь, это тоже чьи-то интересы, да? Нет, это же те же самые соросовские структуры, они по такому принципу и устроены. Но там еще через образование заходят, то есть это твоя нелюбимая франкфуртская школа и громшизм. Он как раз же про это, про то, что вот мы должны сперва сформировать сознание, а потом это само потечет как-нибудь. И как будто это работает. Это работает. А мы можем этому что-то противопоставить? Ну, только альтернативу создавать. А как? Ну, я не знаю, я бы, если бы был законодателем каким-то, то там надо много инфы изучать, потому что, знаешь, там, законы, это такая непредсказуемая система. Ну, допустим, там, вводишь сухой закон, запрещаешь алкоголь, из-за этого люди начинают умирать, потому что начинается нелегальный рынок алкоголя. Ну, это должны специальные организации изучать, ну, методом проб и ошибок начинают создавать организации, смотреть, что не так работает, что неправильно сделано. Ну, только так. Я не законодатель, и я могу только предполагать, что, ну, нужно заниматься пропагандой здоровой. У нас же, видишь, какая пропаганда. Надо бороться против алкоголя. Все, они встроят, блядь, какой-нибудь щит, купят все деньги на это, при***т все, отмоют, ну, просто щит. Нет алкоголю там, Россия без наркотиков. Сука, снимите фильм про крутого персонажа, в который заложите, что он, типа, такой, я не пью, типа, вот это вот, б***ь. Заложите это. Персонажу хочется подражать. А вот какой-то щит, да мне б***ь на него. Интересно. Вопрос, кстати, по поводу цензуры. Ты виделся же с госпожой Мизулиной совсем недавно. Да. Мы с ней на эту тему не общались, я там написал шуточный пост «Готовьте жопу, у нас контент полиции». И все меня теперь спрашивают, когда я, б***ь, это просто шутка была. А что это было за... О чем разговаривали тогда? Да ни о чем. Про Никоглая я сказал там, ну, задал некоторые вопросы и высказал свое мнение, но это было так, скажем, приватная беседа, поэтому не особо могу распространяться. Но мы остались каждый при своем мнении. Ну, я высказал, да, что типа Екатерина Михайловна, мне кажется, вы вот как бы не правы в этом и в том-то. А она производит впечатление убежденного человека? Да, именно убежденного, я имею в виду, что... В принципе, производит. Просто иногда кажется, что это чисто бюрократический ритуал, чтобы вот быть тем, кем ты являешься и оправдывать свое нахождение на этом месте. Мол, так, кто у нас тут еще? Искали Милана. Я ей сфотографируюсь и буду популярной внезапно среди молодежи, потому что, знаешь, что там у даже школьников есть тренды в ТикТоке, типа вот смотрите, какая тетя прикольная. Но с другой стороны, она все равно занимается проблемами школьников некоторыми, до которых государству нет дела. Поэтому я не... Я считаю, что моментами, конечно, Лига опасного интернета она, конечно, неправильные вещи делает. Но в целом, хотя бы школьники, многие себя не чувствуют брошенными, видят, что есть вот такая вот Екатерина Мизулина, которая, если что, там она может и в школу может приехать и прочее. Но если ее зовут многие школьники. Даже шире тут проблема в том, что вот есть некоторое окно свободы творчества и высказываний, да, вот мы вспоминали YouTube тех лет, которые осужаются из-за различных, там, либо общественных механизмов цензуры, либо государственных. И как будто мы должны, чтобы вести эффективную пропаганду, нам нужно это окошко свободы. Иначе люди не поверят, иначе мы не сможем там как-то завуалировать тезис. Например, ну мы, я имею в виду, условный пропагандист. И чтобы детишки, да. Мы ни в коем случае не пропагандисты. Да-да-да. Слишком большая честь. Позовут нас на Соловьев. Да-да, когда-нибудь. Слушай, Соловьев Лайф нужны ведущие вообще. Да. Ну да, они берут, в принципе, просто ведущих, но вот проблема в том, что никто не идет. Никто не хочет. Ну вот реально, там мы, в принципе-то, ну для меня, конечно, деньги маленькие, но вот для человека, который радиовещанием занимается, ему это интересно. Я вот когда увольнялся, я написал, говорю, ребятки, вот адрес почты, все пишите, кто хочет вещать, у кого есть позиция. Там цензура, ограничений никаких на мне не было. То, что мы там, допустим, с тем же Корнауховым или с самим Соловьевым в вопросах не сходимся, но мне никто по этому поводу ничего не говорил. Так что, если есть желание, то они, я думаю, тут, наверное, как раз был действительно правильно решен вопрос, что глобально, как бы мы на одной стороне правильно, а дальше уже, ну, наши мнения могут различаться. Ну, кстати, вот про это я хочу спросить, потому что концерты отменяют там. Сказал что-то не то про наркотики, затронул на опасную тему нельзя. Можно ли тогда вести, в принципе, эффективную работу информационную? Или мы скатываемся в то, что любят называть тоталитаризм? Ну, я это называю эпоху нового маккартизма. Сейчас действительно мы скатываемся в это, я считаю, потому что люди уже не разбираются в высказываниях. Вон, Лабаду, все начинают... Она ничего такого вообще не говорила. А за что ее, прости? Вообще, вот просто ни за что, то, что она выпустила теперь альбом на русском языке, а до этого там... Но она не говорила, типа там чуть-чуть, она говорит, вот моя страна, там я поддерживаю, остаюсь в Киеве, но откуда ты знаешь, какая ситуация у человека? Может, там в заложники условно детей взяли? Ну, мы не знаем все... Я понимаю, как бы конкретно там Фридман, зато Фридману что-то... А что-то вчера, по-моему, новость была. Что вчера СБУ его в Родзак объявила. Ну, да, ну все... СБУ там задонатил, не помогли 150 миллионов долларов. Ну, короче, уже не разбираются. Люди хотят травить. Люди хотят всех выставить виновными. Я понимаю, когда отменяют... Повторюсь, Галкина за его высказывания и прочее. Оно и понятно. Но вот когда отменяют там Лободу, не разбираясь в этом, или ту же Арбенину, которая там спорна, да, то, что он что-то концерты не давал, а там надо разбираться. Ну, то есть люди уже даже не разбираясь. Я помню, на меня наехали то, что я заступился за Милохина, и на меня наехали из-за фейкового высказывания, что он такой, я думаю, я смогу простить россиян. Это фейковое высказывание было, его вкинули ребята из Империи очень зла. Ну, просто по приколу. Они любят фейки делать, так вот они информационкой занимаются. Но его начали. Люди уже не разбираются. Да, мы находимся в такой эпохе, и я считаю, это неправильно. Чему верить тогда? Вот, то есть, ну, у тебя есть лента в телеге где угодно. Видео, вот видео подтверждение. Если вот есть видео, где он это говорит, ты такой, а, ну, окей уже. Да, видео тоже. Ну, ладно, хотя нет, видео сам можно. Видео можно нейросетью подделать, но это уже такое себе будет, да. Да верить, слушай, верить вообще ничему нельзя. Мир меняется постоянно. Я вот питанием занимаюсь. То есть, раньше врагом главным были жиры. Все такие, вот, надо есть продукты, обезжирен. Они были жирные, они были под этим, под прицелом, под главным, еще до 60-х, по-моему. Да, а потом смотришь, это все спонсировалось компаниями, которые кукурузные сиропы разрабатывали, и в итоге все это, ты жрешь сахар, и люди еще хуже стали выглядеть. Кстати, да, советуем всем посмотреть. Сейчас врагами наледили углеводы, люди сидят на белковых. Ну да. Нет, нет, на самом деле, ничего врагов. Я понимаю, нет, это просто, знаешь, это очень хорошо отрезвляет. То есть, я не говорю про то, что нужно там полностью отказаться от сахара, просто вот этот фильм, который точно всем советую, фильм «Сахар», полная. Слушай, да он, знаешь, какой самый главный вопрос поднимает? Вот мне все это было прикольно ровно до того момента, когда он просто берет два яблока, и просто вот их, из них выдавливает сок и говорит, ну смотрите, вот попробуйте съесть два яблока или выпить вот столько сока. И все, ты как бы понимаешь, какой уровень и какое количество калорий ты получаешь. Ну просто... А это уже другой вопрос. Речь идет об умеренности. Наглядность, у тебя наглядность. Ты ешь гречку, да, она все равно у тебя раскладывается на простые сахара. Конечно, да, да. Да, так и есть. Нет, я имею в виду, что типа вот доступность, понимаешь, та дистанция, которую пища проходит вот до тебя уже, когда она в тебя встраивается. Но он очень категоричен к сахару, и я вот от любой категоричности понял, надо убегать. Конечно, нет, это опять же с уровнем шапочки из фольги, который у меня есть, то есть как бы я там допускаю просто 10 процентов, потому что я просто ничему не верю. Кстати, про категоричность, это рифмуется с твоими политическими взглядами или нет? Ну, у меня не такие категоричные политические взгляды, они всегда подвергаются критике и регулярно там в каких-то моментах меняются. Но я не прям пипец какой-то категоричный человек. Ну, просто марксист сам по себе, он же довольно категоричен в развитии. Он много очень... Ну, как ты от классовой борьбы уйдешь, ты не можешь... Ну, классовая борьба, ты от нее не уйдешь. Вот, видишь, детерминатная к этому материально-производственная база. Да, она должна принадлежать угнетаемому большинству. Вот и все. Диктатура пролетариата. А все остальное, оно уже, типа, обсуждаемо. То есть те же церкви, вот многие говорят, большевики запрещали, а насколько я знаю, они запрещали им на коммерческую основу церкви. То есть ты можешь иметь свободу веры и исповедания, но это не должно иметь под собой материальной ценности, потому что любой такой институт, он, как и мы видим, собственно говоря, он рано или поздно хочет обрести свою власть. Вот, как и любая тусовка, да, там, казанский феномен, вспоминаем, слово пацана. Да, да. Оно всегда к этому идет, когда есть материальная база, поэтому я не считаю марксизм какой-то там пипец категоричный. А тут, кстати, вопрос в том, как догматы идеологии соотносятся к политической практике, потому что, например, взаимодействие большевиков, там, 20-х, общество воинствующих безбожников и в 40-е, когда Сталин возвращает РПЦ, по сути, они диктуются необходимостью практической, но при этом у вас есть там система взглядов и идеология, которая немножко про другое. Вот, где-то границы, до которой можно идеологию сдвигать в целях, что ли, достижения практических целей. Я не совсем понял идеологию сдвигать. Что значит сдвигать? Как тебе сказать? Сейчас просто, Сергей, хорошо подумайте, да, просто Сергей... Как тебе сказать? Ну, вот есть у вас условный марксизм. Вот тусят вместе Ленин, Троцкий и Сталин. И потом там Ленин выходит с определенными идеями, от него откалывается другая группа, которая говорит, нет, Маркс про другое. Потом возникает Троцкий, который говорит одно, потом возникает Сталин, который говорит другое. Как будто идеология одна, но каждый для своих практических целей. Там Троцкий пишет, что сталинизм — это государственный капитализм. Сталин, как бы, Троцкого критикует за левый уклон. Ну, Троцкий обиженка просто, который хотел быть преемником Ленина. И, собственно говоря, как мы видим потом, идеи троцкизма они использовались для того, чтобы развалить СССР. Опять же, вспоминаем ЦРУшные методики, Конгресс за свободу культуры. Они поняли, что либерализм не работает на коммуняк. Коммуняки такие, ага, идите, вот. А вот Троцкийзм, что да, как бы мы за коммунизм, но вот этот коммунизм, который строит Сталин, неправильный. Я тебе скажу так, я понял твой вопрос. Практика — критерий истины. Если приходят они, и кто-то из них реально управляет государством и решает какие-то проблемы, и может их решить эффективно, значит, вот эта вот идея работает. Если не может, значит, нужно искать какой-то другой подход. Это всегда метод проб и ошибок. Поэтому сдвигать идеологию, ну, базовые принципы должны оставаться, а вся надстройка, она вообще никакого значения не имеет. Она может меняться сколь угодно много. А сейчас существует эффективная, не знаю, как сказать, левая практика политическая? Вот в любом виде? Оппозиционном, государственном? Ну, наверное, в КНДР только если. Эффективная прям, думаю. Так, слушай, страна одна против всего мира. Сколько лет под санкциями, под всем, но выжили же. Ты, кстати, смотрел Дудя? Ты же его критиковал. Да я, да, там просто Ланьков несет. Подожди, не отстоять. Давай так, в чем он несет? Во всем. Ну, чтобы мы просто не растекались. Смотри, просто у меня вот даже Яряк на это снимал, я все это разбирал. Он берет, говорит, корейская операционная система, Red Star OS, там только файлы под подписи и прочее, да? То есть, если ты какой-то файл, одобренный лично к товарищам Ким Чен Ынам, не скачаешь, то ты его не сможешь, точнее, скачаешь любой неодобренный, ты его не сможешь запустить. Я ставлю эту систему себе на ноут, включаю интервью Дудя на нем. То есть, Дудь либо кимчен Ынамский агент, либо пи***л вместе с Ланьковым. Да все там хуйня. Короче, смотри, Ланьков рассказывает про КНДР десяток годов. Там все очень сильно изменилось после того, как они начали торговые отношения с Китаем продавливать, и с Россией стали чуточку поближе, и прочее. Ну и он не додавливает, конечно, Дудя, когда, типа, они благодарят вождя, да, дети в школе. Он говорит, ну там налогов же нет, поэтому они и благодарят, типа, ты ж их вождь кормит. И Дудь такой, но зато, б***ь, совок, вот это. КНДР я считаю успешной социалистической практикой, потому что они поняли многие ошибки Советского Союза, и начали преемников воспитывать с детства. Вот, меня поэтому сейчас в монархисты вообще записывают. Но это же монархический ритуал. Да, но я за, ну, посмотрев, например, Советского Союза с хручевым, п***ем, я все-таки считаю, если это работает, а КНДР нам показывает, что работает, почему бы не применять эту практику? Но я считаю, что все-таки вырастить его с детства, но пусть он все-таки в демократических процедурах, да, принимает участие и тоже сражается с другими кандидатами. Может быть, кто-то из них окажется лучше. Интересно. То есть такие закрытые выборы... Не, не закрытые. Я как раз-таки за систему советов. Ну, да. То есть с каждого предприятия лучший передовик, ударник труда, и дальше они организуют все больше и больше органов. Ну, вот, мне кажется, это было реализовано грамотно, но вот Сталин не готовил преемника, и в этом была, как мне видится, большая ошибка. Ты рассказывал про каких-то друзей из КНДР. У тебя там они что делают? Они так путешествуют туда-сюда обратно? Или... Не, они в России живут, они связи имеют с посольством, группа солидарности с Северной Кореей. То есть это наши русские ребята, которые в какой-то момент заинтересовались темой КНДР, ездили туда, налаживали в том числе и такие вот связи, потому что КНДР, они открыты вообще ко всем. Типа, хочешь, приходи, там и в посольство с тобой встретиться, и пообщаются, и экскурсию приведут, и рассказывают всякое. Да. Они же на Ютуб пытались выходить в восемнадцатом году, там были блогеры, влогеры, они выкладывали все. Да, и еще... И всех забанили сразу. Тик-Ток еще был, вот прям он был наводнен просто вот этими вот видосами, которые ты в конце концов, ну если ты не куришь предмет, да, как бы сам по себе, ты просто смотришь и думаешь, правда это или неправда. То есть когда... Но всех забанили, а потом еще допустили ошибку, впустили Антона Лядова к себе в гости, он там все соврал, и после этого они блогеров не очень любят. Сейчас там вообще закрытые границы еще с двадцатого года. Ковидные, да, 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 да. Но все равно я думаю, как-то можно же добраться. Была просто недавно у меня история, ну как недавно, давно уже. Если я в Северную Корею. Да нет, я вообще оттуда родов. Нет, у меня товарищ в баре каком-то, значит, сидел, выпивал, ну и тут какой-то, значит, корейской внешности мужчина. Ну они с ним что-то разговаривают, разговаривают. Говорит, да я вообще в посольстве работаю. Говорит, слушайте, а можно через вас там вью? Да пожалуйста, конечно, не вопрос. То есть, ну это было до ковида. Я говорю, неужели человек такого уровня, да, абсолютно спокойно, ну как бы в обычном баре, он говорит, я вот тоже у них этим, я тоже у них интересуюсь. И они говорят, да мы вообще в принципе там в елке-палке там условные какие-то ходим есть. Ну я с ними там сидел, да. Ну вот да, то есть какие-то суперобычные. Не в елке-палке, а в Корею мы сидели. Ресторан корейской кухни, единственный, по-моему, в Москве. Ну короче, в какие-то обычные места. То есть там никакие не сверхъестественные. А они откровенничают о своей стране или категорически отказываются. Ну смотря с чиновником какого ранга ты общаешься, некоторым не положено откровенничать. Но в целом, да, то есть у меня же концепция моего фильма, который я хочу про КНДР снять, она в том, что типа я хочу рассказать о недостатках, но рассказать, чем они обоснованы. Ну то есть почему так происходит? Не потому у вас там нет условной кока-колы, хотя она там есть, а потому что вы типа закрылись от всего мира. Или не потому у вас суверенный интернет, потому что вы закрылись, а потому что вас оградили от него. И на примере удаления каналов мы об этом знаем. Ну то есть вот я хочу вот такой вот материал снять, поехать, там все рассказать и прочее. Да, вот это интересно. Я подожди, должен спросить тогда, революция или Северная Корея? В плане в России? Да вообще в целом. Да, давай глобально. Не-не, относительно расслушного. Это вопрос, который задавала, по-моему, Собчак Дачилл Панхаматовой. Наверное, да. Вот, и он стал таким мемом, мол, революция или Северная Корея. Наверное, в любом случае революция, потому что если революции нет, ведь она имеет начало, но не имеет конца, то в итоге все скатывается в реакцию. И, типа, вот на самом деле я не считаю, что человечество может просто идти там и развиваться. И у тебя два пути, либо фашизм, либо коммунизм. Но потому что все равно все куда-то к чему-то движется. Вот когда мы задавались вопросом, а как вот эти вот компании, типа, ну окей, там 20-й год поставили новый рекорд по прибыли, в следующем году еще больше. Но ведь когда-то у этого есть конец. И конец как раз-таки это война. Мы видим с вами полнейший декаданс культуры. Да, это же тоже связано с экономическим базисом, с экономическими процессами. Мы видим с вами рост недовольств, большее количество протестов, большее количество военных конфликтов. И все это всегда связано с кризисом капитализма, к которому мы подошли. А вот что будет дальше, это уже большой вопрос для человечества. Но всегда есть два пути. И если вы посмотрите на страны, которые от своего коммунистического прошлого отказались, они все скатились к фашизму. Они все занимаются ксенофобией, они закрывают границы, та же самая Финляндия. Вот эта страна, которая отказалась от коммунистического прошлого, это Россия или она не отказывалась? Но у России еще остались крепкие связи, потому что, во-первых, мы юридически правоприемницы Советского Союза. Снимали мы тут граждан СССР признанными экстремистами. Вы великолепные ребята, да. Я-да. Но они, не, они такие шизоваты. А ты, кстати, знаешь, что в Германии есть граждане Рейха, такие же люди, которые считают, что Второй Рейх еще не закончился юридически, и ходят получать разрешение на открытие сосисочной в российское посольство, потому что считают, что они все еще их оккупируют. Это юридические тонкости, но все-таки Россия, я считаю, она стояла достаточно долго на пути к этому проклятому слову на F, но благо Америка решила нас отстранить от этого самого прекрасного капиталистического мира, выписать оттуда, и поэтому сейчас российская власть во многом обращается к коммунистическому прошлому из-за идеологических целей, но это нам не позволяет в глубокую реакцию скатиться. Но все-таки, как бы там ни было, России до фашизма очень далеко, как минимум потому что она не только полностью от своего коммунистического прошлого не отказывается, но и потому что мы не являемся захватчиками. Не потому что мы там русские какие-то или что-то, потому что мы просто не умеем. Мы, может быть, тоже бы делали, но мы не умеем. У нас нет спецслужб, они все были уничтожены в 90-е, в 91-м году, ну, в 93-м, ну, сами понимаете, такой долгий процесс. А у США в этом плане... Ну, то есть мы не захватываем ничего, вот объективно. Ну, кстати, вот ты сказал, обращаясь к коммунистическому, а ты делаешь разницу между коммунистическим и советским? Ну, это такое, знаешь, уже частности. Нет, это интересно, потому что ты говорил, что ты советский человек, и, во-первых, что ты имел в виду? Я родился в 89-м. Это понятно. Это ощущение или чисто вот фактологически? Ты понял, фактологически. Ну, конечно, есть такие люди, которые, знаешь, мечтают принадлежать чему-то большему. Вот, собственно говоря, это, наверное, такая моя идеологическая парадигма, которая придает смыслам моей жизни. Типа, ты же, я вот верю, что... Знаешь, люблю поразмышлять, что он там не развалился, мы покоряем дальние вершины, как дальние глубины космоса, как было у Стругацких. У Стругацких, да. Вот такой вот. А так, нет, я ничего в это не вкладываю. Я не могу называться, наверное, советским человеком, потому что те ценности, которые у меня по жизни есть, они, к сожалению, исключительно капиталистические и, наверное, рыночные. Я живу в рыночной парадигме, и советского во мне мало. Я деградировавший такой, знаешь, элемент. Просто в этом ключе, потому что Советский Союз, он разный. То есть, условно говоря, у вас есть Сталинский Советский Союз, у вас есть Брежневский Советский Союз. И Сталинский Советский Союз это еще энтузиазм, мобилизация, еще какое-то рвение вперед. Вот Брежневский Союз, например, это тот режим, который называют посттаталитарным классической политологией. Типа, вы уже забиваете на все эти идеологические догмы, просто учите их ради галочки, при этом любите джинсы, достаете запрещенку, слушаете там на квартирниках Бориса Гребенчакова, если повезет западную музыку. Признувай на агентом. Так. Зайкан, на самом деле, да. Ну, да, да, после Сталина Советский Союз, все. А тебе не кажется, что любой проект, который вдохновлен идеей, идеологией, мечтам о будущем, он рано или поздно скатывается в такие затхлые, замшелые формы? Так абсолютно любая идеология, абсолютно любая религия в это рано или поздно скатывается, абсолютно все. Любая религия рано или поздно становится воинственной, потому что любой идеологии можно обосновать, любую захватническую войну и все, что угодно. Все рано или поздно деградирует. Нужны вожди, нужны лидеры. а если их заранее не готовить, то будет вырождение системы. Вот я к такому выводу пришел, но, опять же, я могу быть неправ, потому что свои вот эти вот, я регулярно пересматриваю свои взгляды вот эти вот. Ну, просто тут интересно тогда, как мы должны приблизить коммунизм? Ну, слушай, рано или поздно оно само по себе произойдет, то есть это не то, за что ты прям должен там яро бороться. Всегда надо найти какую-то грань между чем-то великим и твоим собственным индивидуализмом, твоей собственной жизнью. Я вот живу, моя задача там о семье, о жене, о детях позаботиться, чтобы у них все было хорошо, да, и самому как личность там не деградировать окончательно, как-то прожить эту жизнь достойно, чтобы мне не было стыдно, но и самое главное, чтобы мне было интересно, потому что ни в какие религии загробные миры я не верю, да, просто хочу, чтобы мне было интересно. Поэтому я вписываюсь в блудняк постоянно, поэтому у меня вот происходит всякий пи*** в жизни, но я зато знаю, что там буду умирать, я такой, ну, я пожил, я там всякое попробовал и прочее. Вот, но и как бы, я могу просто порассуждать о высоком, но это высокое я приближать не собираюсь, я человек простой, ограниченный собственными интеллектуальными возможностями, да, которые мне даны природой, и все, я вот просто кайфую, как фильм смотрю. А ты не считаешь, что это интеллектуальная такая подстилочка, чтобы отказываться от борьбы? Я просто вот... Да и ради бога, не, а слушай, а что мне борьба? Я мизантроп. Вообще нахуй людей ненавижу. Что мне отказываться? Я ради этих дл*** на амбразуру не пойду, пошли они нахуй, они меня еще потом с говном смешают и хуеть буду. Я заранее к себе ненависть вызываю, чтобы уже иллюзии на мой счет не строили. Может быть, может быть. Я когда смотрел просто твой дебат из Бондаренко, это очень четкая была линия. Он там кандово говорит, нужно действовать, приближать, а ты выражал ну такую довольно странную спайки с коммунизмом идею, что да нет, не нужно. Так я же не коммунист, понимаешь? Я не считаю себя там прям вот борцомкой. Я рассматриваю через эту парадигму. Ну, понимаешь, просто кроме марксизма мне ни одна вот идеология, ни одно учение, правильнее сказать, оно не позволяет понять, почему все устроено так, как устроено. Марксизм это парадигма, через которую я смотрю на мир. Но я живу при капитализме, я капиталист, я ради своих интересов, ради своих близких, ради своих друзей. Все остальное мне там как бы, ну, вообще п***ть, вот если честно. Я хочу кайфануть, хочу что-то п***ть снять когда-нибудь и хочу развлекать людей. То есть, что у меня вот такое детство недолюбленного ребенка и в итоге оно привело к тому, что пока я не на виду, пока я не снимаю что-то, пока меня не смотрят люди, меня как будто не существует. Я на камеру более настоящий, чем в жизни. И все. Никаких великих свершений, никаких баллотирований на пост президента РФ или любой другой страны от меня точно не будет. И в принципе, да и в политику предлагали идти, предлагали предвыборную кампанию медийно возглавлять. Я от всего отказываюсь. А чью? Ну, я не буду говорить, это некорректно будет. Могу за кадром сказать. Вот. Поэтому я вот просто как бы живу свою жизнь и всякую хуйню. На Донбасс еще поедешь? Ну, только когда он будет свободным. Да? Ну, я имею в виду только, когда он будет безопасным. Вот Авдеевку, если отвоюют, поеду. Но не мое это. Я один раз ездил, все, я сказал, я сыклу, отстаньте от меня, мне страшно. Сильно, но переживал? Да, ну, тоже забухал потом. Да ты че? Да, ну там, слушай, и людские истории, и вот этот вот мальчик там вот в Мариуполе, просто такие, я думаю, как они потом, когда вырастут, как они все это будут переживать. И столько травмированных жизней, столько судеб, и все вот, ну, ради чего. Мы, знаешь, отношение такое стало к человеческому роду. Мы как будто мясо, нас перерабатывают. Кого на рынок органов после смерти отправляют? Кого пушечным мясом, чтобы конгломераты заработали бабок на очередном ленд-лизе, обновили вооружение? Кого подсаживают на эту дофаминовую зависимость от телефонов, чтобы они вот так вот сидели, вообще не выпуская его из рук? Кого на хавку подсаживают, чтобы он целыми днями жрал? Кого на наркоту? Ну, просто субстрат. Ну, сильно, сильно. Как же такой тезис? Нет, почему? Это... Ну, нет, ну, это справедливо. Понятный тезис. Если пытаться на... Вот ты проснулся с утра, быстрее в телефон, о, кто-то мне что-то написал, о, очередное какое-то предложение, мне срочно надо купить на Озоне какую-то хуйню для того, чтобы мне стало кайфовее, вот этот вот, там, я не знаю, новый чехольчик для телефона. Пошел, там тебе курсы какие-нибудь, там ты топ, заходишь в Инстаграм все успешно, и ты такой, какое я говно, срочно надо что-то делать, иду записываться в Geekbrains. В Geekbrains какой-нибудь микрофоном не может объяснить, но с тебя уже взяли деньги, а юридически ты их вернешь. Ты идешь отжиматься, тренироваться, какой-то накачан на стероидах, при этом утверждающий, что он натурал, говорит, давай, не жалей себя, ты все сможешь. Потом идешь, жрешь какую-то хавку, приготовленную, пойми, из чего, за копейки, доставленную курьером на... Еще пол супа тебе разлил. Потом ты идешь еще какой-то заниматься, читай книги, читай книги, читай то, а там тебя накачивают идеологические хуйки, либеральные коммуникации, какая разница, ты не сам думаешь, тебе конкретно, тебе уже все положили. Новости читаешь, думскроллинг, не хочу жить, как страшно, везде война, все умирают, все продуктивно, тебя просто уничтожают, тебя подсаживают, весь мир это один большой наркотик, тебя все пытаются... Эти витрины с алкогольными продуктами кричат, зайди, выпей, тебя ждет... Они, кстати, со мной не разговаривают, да? Почему? Я периодически захожу. Ароматный мир, идешь просто, б***ь, витрина, крафтовое пиво, мы придумали для тебя что-то новое, такого ты никогда нигде не видел. Да нет, знаешь, еще прикол. Супер выгодное предложение. Ну, я не знаю, видишь, все по-разному справляются с тягой к алкоголю, вот. И, наверное, просто там периодически повышаешь ценник там на какие-то напитки, и думаешь, ну все, ну, такого-то я не выпью три литра, б***ь, иначе мне потом жить не на что, понимаешь? Ну, там, кто-то так, кто-то, наоборот, ограничивает себя в дозах, кто-то там... Слушай, опять же, если есть необходимость бороться с этим, если ты не хочешь бороться внутренне, то ты не будешь делать ничего. А это вот смазка от раздражающей тебя реальности. То есть я это очень хорошо понимаю. Мы-то все, в принципе, в каком-то смысле эскаписты. И вот 300 видов крафтового пива, или там спортзал, это попытка сбежать от действительности. А еще, знаешь, я когда прихожу в ресторан, ну, ресторан, может быть, какой-нибудь дорогой, я прошу, можно мне бокал белого вина? А какого вам? Я, типа, говорю, б***ь, можно мне просто самые, ну, дешевые, потому что мне б***ь, я их не отличаю, мне главное б***ь, и на меня вот так вот, знаешь, смотрят, как будто б***ь заказывать вино, даже не разбираясь в этом. Ненавижу вот этих вот претенциозных ублюдков, которые... Я б***ь, 300 видов алкоголя... Нет, знаешь, крафтовое пиво, вот есть такое, которое, типа, с перчиком от него х***ь, там вот такая вот прям это острота. Это я понимаю. Но и то мне б***ь, чем напиваться. Дайте мне самую дешевую водку, я нажирусь и ей. Тройной одеколон, давайте, б***ь, дайте мне мистер Сидор. Говоря про Советский Союз, да? Да-да-да. Мистер Сидор, б***ь, я вообще не понимаю, как это... Ален Делон не пьет мистер Сидор, да? Мне просто интересно, как эту х***ь вообще покупали, потому что мистер Сидор, вот эта голубая омывайка в пятилитровой баклажке, я вообще не понимал. Ты приходишь, ты наливайку дома, ты такой, можно пиво там яблочного? О, есть новое. Пожалуйста. Мистер Сидор. Он только голубой? А дядя Коли со стройки рядом не п***ли? Ну, не знаю. Мистер Сидор, миссис Сидор. Да, главное убежать от реальности, ну, как раз-таки потому, что людям нечем заняться, у нас глобально-то нет того, к чему страна идет, никакой идеологии. А, ты, кстати, про идеологию, хороший такой момент. А это же нет, на самом деле тут интересно, что это было всегда. Я недавно задался вопросом, были ли комики в Третьем Рейхе, и о чем они шутили. И начал читать исследования. Во-первых, оказалось, что были, причем даже, я посмотрел... Стендаперы. Нет, там был один стендапер, который издевался над Гитлером, он еще был там новатором-экспрессионистом, но Гитлер его не запрещал. Он такой, типа, ну, как бы, ладно, живи. Потом, правда, его турнули из театров, и он умер от пневмонии, по-моему. Не суть. Там были реально скетчи, там был свой комедийный дуэт, один из которых был нацистом, в СС состоял и прожил спокойную жизнь до 80-х, то есть индустрия. И самая интересная статистика, после прихода к власти Гитлера постепенно количество комедий увеличивалось, что в театральных постановках, что там в этих киновых хрониках. И к 40-какому году составляло 68% от общего числа всего того, что ставилось и показывалось в Третьем Рейхе. То есть комедия была способом такого, попыткой избавить напряжение, да. И они это поняли и использовали ее как технологию. Это же тоже происходило. Ну, ***, это про то, что рыночная экономика, то, что популярно, комедии были более популярны, поэтому их и стали ставить больше. А рыночные или... А у нас что, получается, у нас тогда Третий Рейх, у нас сейчас тоже, наверное, 70% всего это комедии. Не скажи про анекдоты, расскажи, Серег. А, анекдоты. Да, там была еще история с газетами. Анекдоты про нацистскую верхушку, их не только не запрещали, их поощряли. Это в англоязычной статье называлось Whisper Jokes, по-моему. Ну, типа анекдоты. Ну, смотря на сколько они обидные. У нас же тоже там про Путина вот это вот. Помните, спасибо, Ева. Путин лапает сколько-то женщин. Ну, то есть... Нет, там были прям обидные. Там были прям про жирного Геринга и прочее. Ну, то есть... Они были непростые, короче. Это были нелегковесные. И как раз вот, как нам уже говорили, это не шутки про то, что, типа, а Сталин вот... А мог бы расстрелять, знаешь? И Геббельс лично допускал. Почему? Потому что он считал, что это приносит популярность нацистской партии. Как бы ни шутили. Ну, я его прав в этом плане. Вот. Ну, и Граду забивало, что со мной. Не, я к тому, что не у нас в Третьей Рейх, а к тому, что индустрия развлечений, эскапизм, это какое-то неизменно человеческое... То, от чего уйти там невозможно. Какую идею вы бы не верили, на самом деле. Я вот в этом смысле куда более пессимистичен. Мне кажется, что есть какие-то заданные критерии, а я такой эгопсианец немножко, и ты от них не сбежишь. У вас вечность, вот, две тысячи, три тысячи лет, будет один большой Нурлан Сабуров метафизически над вами сидеть и месячными воспаливать. Я как бы... И *** ты тут сделаешь. Бороться, не бороться, ну как бы... Да, зачем бороться? Пусть *** веселимся. Ну вот, да, как... Идем запьем. Не, Гейдебор, который «Общество спектаклей» написал, знаешь, тоже... Ну, он неокоммунистический философ, он такой ситуационист, скорее всего, тебе не понравится. Он написал книжку «Общество спектаклей», где пишет, что все вообще отчуждение достигло максимальной стадии, реальной жизни нет, даже время — это *** форма капиталистического отчуждения. В итоге он... Капитализм — говно, потом такой совок — тоже говно, потому что это другой вид спектакля. А когда Советский Союз развалился, он написал о том, что все говно, потому что теперь этот спектакль слился воедино, и вообще жить невозможно, и застрелился, спившись. Четко, ***, как будто мое будущее предсказал. Да ну, упаси Господь, не нужно нам таких этих... Успел стать великим философом. Даже кино снимал. Прямо «Зеленый слоник 2». Слушай, знаешь, что я хотел тебя, кстати, спросить? Про пресс-конференции, которые прошли, их две на прошлой неделе было. Мем с оригиналом — это великолепно, конечно. А что? Ну, где Путину позвонили? А, а! Студент из ПБГУ. Да, ***. Очень понравился. Это к вопросу о Соловье еще, да? То есть, как бы, есть ли у вас двойники. Круто. Причем отработано, ну, я не знаю, то есть оно было срежиссировано, есть такое впечатление, но, опять же, но это было очень круто, потому что это жутко эффектно, и ты хотя бы можешь что-то запоминать. И не называя, да, никаких имен, ты, как бы, такой повесточку. Да, сразу считываешь, да. То есть, это на молодых еще так, то есть, все считали, мне это прям жутко понравилось. Ну, а вот, и выступает Зеленский в то же время. Ты смотрел, кстати, Зеленский на пресс-конференции? Нет, я, если честно, такую выжимку посмотрел, потому что, ну, что типа Зеленский скажет? Нет, там было интересно, знаешь, у нас произошла такая ситуация. То, что он там русский язык забывает? Да, да, да. Да, но это русский язык, а второе, значит... Главное, что заложенный помнит. Вот. Мы готовим пост, значит, к нам в Телеграм-канал, значит, о том, что, значит, женщин призовут на фронт, ну, потому что пошли разговоры о женской мобилизации, бла-бла-бла, и так далее. И вот заканчивается уже пресс-конференция Зеленского, в которой он говорит, нет, я не подпишу, женщин... Значит, точно подпишут. Да, да, и значит, ну, мы даем этот пост, идет репост в Мэш, значит, пишут, что типа вот, все происходит. К нам приходят в комментариях, зачем вы водите в людей из заблуждения? Он сказал, что не подпишет этот закон. Я говорю, он в эфире? Говорил, что он русский, не понимает. Кому верить? То есть, ну, как бы, что мы тогда будем это обсуждать? И вот действительно для меня это было важно. То есть, как люди зацепились заодно, но не видят второго, третьего, и типа, зачем вы врете? У нас, потому что, знаешь, у нас сейчас огромное количество клиповой информации. Я сам люблю ТикТок, рилсы в Инстаграме, Ютуб-шорсы, но мы разучились объемно воспринимать информацию. Я вот тоже, на самом деле, полгода, ну, я читаю какие-то статьи, но вот книг я уже вот реально полгода, б***ь, не читал вообще ни одной. Есть такое. И я чувствую, что я отупел, б***ь. Вот я реально, я выхватываю какую-то х**у, а предыдущую х**у забываю. Я вот себе сейчас выделил время, чтобы по вечерам начать читать. Мне вот посоветовали от гаджетов отказаться, потому что я его не выпускаю из рук. Я просто х**у. Я сейчас вот за час, там, за два до сна убираю телефон и иду какой-то, ну, не телевизор не смотрю, ничего. Вот сейчас вот начал, давно хотел Городовой Перевал почитать, как раз про мизантропов. Вот, и я вот его сейчас читаю. Ну, еще красную таблетку про... Ой, красный рынок, про рынок органов, короче, там, журналистское расследование от одного журналиста очень классное. Вот, и, соответственно, про... Да нет, я знаю, я знаю, я как раз таки это обыграл. Разучились люди объемно воспринимать информацию, такая проблема есть, и можно на себе это почувствовать. То есть клиповое мышление, мы уже даже долгие ролики не смотрим. Я поэтому стараюсь, ролик меньше двух часов я не открываю. А, вот так ты заходишь прям, ну... А я тоже. А, я не люблю короткие ролики, потому что мне фоном они нужны. Да, порог, порог просто поменьше у меня. Либо я их там потом могу дослушать, но я просто включу их, чтобы мне там что-то 40-50 минут, час, пока я убираю, готовлю, делаю что-нибудь еще. А у меня проблема, я же все на 2 или на 2,5х смотрю, поэтому нет двухчасовой ролик, это час. Ну, да, потому что уже голова, естественно, на обычной скорости это уже все. А, кстати, мне кажется, что любые длинные формы, они сейчас... Ну, то есть, например, сериалы. Раньше у тебя достаточно было фильма, хронометраж там час 20, час 30. Теперь у тебя главное произведение кинематографической современности это большой-большой сериал, который, очевидно, длится... Слово пацана. Ну, да. Да, в том числе. Сериалом позволяет больше, вот больше всего, больше всего заложить, больше всего сделать, поэтому мне интереснее сериалы. Вообще, аниме люблю. А, ну, то есть, ты еще и готов потреблять 300 штук сразу. Какое любимое? Условно. Слушай, ну, любимое, ну, разумеется, Scott Gears. Конечно, тут вообще без вариантов. А так вот я... Ну, тетрадь смерти банальная, я понимаю. Но, не, наверное, вот рядом Scott Gears я бы поставил Detroit Metal City. Не смотрел. Обязательно посмотри. Казалось бы, просто комедия, но там столько всего возложено, просто... Мой любимый момент, когда... Короче, в чем там сюжет? Чувак, он мечтает быть музыкантом, он типа мега-попсовый, такая мега-соя, и он типа играет, бля, там, цветочки, любовь, бля, бля. И он приезжает в город и не может найти себе работу, его, ну, берут вокалистом в Death Metal группу, бля. И там его заставляют тексты. Вчера жестоко тарахнул, мать, сегодня отца я зарублю. Убийство, убийство, убийство. И у него, конечно, начинается раздвоение личности, он уже типа не понимает, кто он. И мой любимый момент, когда он там назначает встречу фанатам, и, короче, там что-то полиция приходит, и он сходит с ума, начинает трахать Токийскую башню, начинается дождь, и все такие, он трахнул, Краузерсан трахнул Токийскую башню, и она кончила. Вот просто, бля. И они там его наделяют всякими просто атрибутами, они там пишут фанфики, а он типа, ну, обязательно посмотрите. Это просто шедевр, бля. Он, к сожалению, слишком короткий, я его смотрел раз 15, наверное. Там 12 серий по 20, по 25 минут. Ну, это настолько шедевр. Мой любимый момент. Смотрел Человека-паука 94-го года? По-моему, да. Короче, там есть момент, где он к девочке приезжает, прилетает, а девочка больна раком. Короче, в Detroit Metal City есть такая же хуйня. Краузерсану становится жалко фаната, который написал ему письмо. Он облачается во всю свою десметал-одеяние, приходит к нему, там, я из ада пришел к тебе. Начинает с этим чуваком, чувак ему душу, и заливает, ну, просто мега-трогательная серия, прям до слез. Ну, и на следующий, Краузерсан уходит от него, прощается с ним, такой, ты обязательно выживешь после операции. Следующий кадр, чувак такой, выбегает из больницы, ура, мне сделали обрезание. Там просто, особенно момент, где он, блядь, его зовут в фильме сняться, как у любой звезды, и он там делает плевок сатаны и просто харкает в рот. Короче, обрезает, это шедевр. Вот просто за один вечер можно посмотреть. Ну, и Человек-бензопила мне очень нравится, там всякие Элфинлайт я смотрел, Ковбой, Бибопа, ну, аниме, короче, я нормально так посмотрел. Вот, Атаку Титанов что-то я только хотел последний сезон, но я забыл предыдущий. Атака Титанов хорошая. Ну, я забыл предыдущий сезон, а мне что-то впадло. Фулл Метал Алхимис Бразер Худ, вот, наверное, на втором месте вместе с Тетради Смерти просто, тоже недавно пересматривал, да что, трогательная история. Я и старого смотрел, Алхимика, и нового. А у меня с Тетради все началось, кстати. Она банальная, конечно, но я аниме не любил никогда особо, и потом такой, так, а идея-то прикольная очень. А вот если бы у меня была, да еще и герой такой, я бы туда Пикули сразу записал. Причем самую жестокую смерть. Валентина? Хорошо, а топ-3 тогда людей, которые бы ты записал в Тетради Смерти? Пикули, Пикули, да, кого бы записал, кого бы записал. Да не знаю, она им только Пикули три раза. Причем разную причину смерти указал, чтобы он оживал его еще раз. А в чем его, почему его вообще смотрят? Да никто особо его не смотрит. Ну, кто-то считает его комиком. Я такой, блядь, серьезно? Вот эти шутки, типа, фильм Стаса, как и просто, как я побывал на говне. Что ты, в войне, говне, и над этим кто-то смеется, типа. Я сымитирую критикой и скажу, что вот тебе придут, скажут, а вот ты Варламова имитируешь, и там мальчика... Это тоже же... Мальчика трусы рву, я не коложу. Ну, не, ладно, хорошо. Спасибо и на этом. Но вопрос только в том, что, значит... Не, просто аргумент продублирует все и скажет, что вот ты тоже делаешь типа крин-шутки. Да. Как бы... Ну, они хотя бы неожиданные. То есть ты не ожидаешь, что это произойдет. Войне, говне, чемоданчик Путина, который он срет. Ну, это просто... Ну, да. Я вынужден согласиться, если сравнить с Пикулим, это действительно талантливо. Да. Не, я люблю кринж-юмор. То есть мне не нравятся четко выверенные вот эти вот шутки. Мне нравится что-то такое устроить. Я же там еще сидел, вот эти трусы, то, что я рву. Я это, на самом деле, их рвал потом еще второй раз, чтобы два этих звука наложить, чтобы он с перегрузом был. Еще эффект дисторшина накинул. Слушай, оно смешнее. Вот мне такое нравится. А ты не заботишься, ну, как бы, о том, как это воспринимают? Типа, серьезно? Мне еще... Мне еще... Я клоун. Я никогда никого из себя не строил. Я клоун. Если люди улыбнулись даже на тем, представлял просто деградантом, там, знаешь, уровня, да, я слышал про институт семьи, интересно, сложно ли туда поступить. Мне нравится юмор, который меня, типа, дебилом выставляет. Но какую-то часть аудитории, которым папочка нужен, за которым они хотят идти, это отсекает. Мне-то что? Мне главное, понимаешь, весело. Я говорю, это ху** придумал, мне смешно. Ты, кстати, потом отстаиваешь свои позиции. То есть зачем тогда трехчасовые были? Твой трехчасовой стрим со Штефановым тем же. Признанным агентом, кстати. Зачем это было, я не знаю, на самом деле. То есть я так слушаю, а вы там каждую мелочь, коперник, не коперник. Я думаю, б***ь, ты это делаешь. Я тоже вот на самом деле сижу и думаю, б***ь, это делаю. Ну, б***ь. Ну, кстати, как у вас там со Штефановым судом? Ну, об этом я расскажу, когда он закончится. Мне юрист строго-настрого запретил. Потом, когда... А вы судите? Я скажу, да. Он на меня в суд подал. А, он на тебя в суд подал. Я понял, хорошо. А я так и не понял, что его иноагентом признали. Ну, как бы, ладно, окей. Ну... В плане, что иноагентом. Чел поехал, снял со своими подписчиками объективное мнение об СВО на Донбассе. Так. Ты заведешь своих подписчиков, которые, понятно, учитывая то, что ты за украинец, какую позицию они будут тебе говорить. У тебя, по-моему, как раз я видел, значит, отрывок из GQ-шного, по-моему, материала, когда Дудь говорит, что какой же я русский, я украинец. Да, да, да. И я думаю, это же действительно, я же это видел. А это год, типа, 18-й. И я думаю, почему... Они все были на виду. Да, они все были на виду, но, знаешь, каждый из них оставил вот этот вот важный артефакт, который сразу должен определять человека. Он где-то был вот расфасован в такие какие-то далекие уголки. И когда ты смотришь, что Дудь, значит, действительно определять... В чем родившийся в ФРГ. Блин, что-то хотел спросить только, что... Про кого? Сбили. Короче, то, что... Не, ну какие-то вещи я могу сделать серьезными, но я сейчас и туда всякий юмор добавляю. Потому что мне, конечно, интереснее скетча просто вот именно снимать. Ну, типа, понабивать руку, чтобы потом, может быть, что-то нормальное сделать когда-нибудь. Просто интересно то, что все, значит, что сейчас произошло, да? То есть те, кто были самостоятельными блогерами, да, они, значит, начали идти в оповестку. Срочно нужно, значит, сделать про Израиль, срочно нужно сделать про то, про сё. У Николая Соболева, значит, тоже, значит, про Палестину. Да нет, у него видео было прелиберализм. То есть я, академический политолог, я немножко в этом понимаю. Я такой, Николай Соболев говорит прелиберализм. Да нет, хорошо, нет, я тебе говорю просто про следующее. Либерализм, когда можно шурыгить трезвый. Без её согласия. Ищерпывающий. Так у неё дела, интересно. Нормально. На Водлифансе. На Водлифансе. Дурочим, пацаны. Да, да. Короче, вот, значит, были самостоятельные, теперь играют в поездку. И появились, значит, те люди, которые, ну, были условно самостоятельные, и сейчас они находят себе место, и они, соответственно, идут под какие-то бренды. То есть, ну, на какие-то площадки там эксклюзивно заходить. Вот ты дальше себя видишь, что ты остаёшься один, как бы, с толпом, и больше никуда не устраиваешься на работу. Теперь точно один всегда. Да? Мне это неинтересно. Роман закончился со сторонниками. Ну, слушай, ну, вот, сейчас вот я скажу, что да, а в итоге происходит что-то, да, и предложат, и я получусь. Не, пока, как ты видишь, и мы не призываем тебя, как бы, всё, я тебе точно. Как я вижу. Ну, короче, есть одно, один вариант, который сейчас обсуждается. Если он получится, то да, пойду. Но если не получится, то больше никуда не пойду. А, вот что я хотел спросить. Про Дудя заговорили. Не звал? Нет, к сожалению, нет. Я думаю, Дудь боится такого же, ну, как это сказать, неполиткорректного и такого же аборгана, какой он сам. Да нет, он может, знаешь, как списаться? Он может сказать, ну, смотрите, он сходил к Собчак, как бы, и ты её там просто вот загасил, уничтожил и вёл себя некультурно. Ну, опять же, в рамках... Майкл Наки считает, что я опозорился, меня, п***, съели там. Я вообще, я, кстати, не понял. Ну, ты намеренно саботировал это интервью, мне показалось. Ну, слушай, я прихожу, там, вот эти вот красные эти, и мне сразу же начинают про мои зашквары. Ну, понятное дело, как я бы у него, п***, агрессивно ответил. Понимаешь, Дудь, он боится такое же быдло, какое он сам. Быдло, оно же, п***, до культурных интеллигентиков, а когда быдло, к быдлу подходит другое быдло, быдло внезапно само интеллигентиком становится. Я объективно больше быдло, чем Юрий Дудь. Я его, п***, там, как мне кажется. Да, кто победит? Журвак МГУ или Митинский радиорынок? Митинский радиорынок, п***, без вариантов. Я, кстати, тоже голосую за Митинский радиорынок, судя по опыту взаимодействия. Да, да, да. Ну, и слушай, типа, я вот все интервью Дудя смотрел, и мне будет какие его зашквары из загашника достать. Он мне только что-нибудь скажет, я напомню, п***, а помнишь ты, п***, вот это, помнишь, ты вот это говорил? Приведи пример, кстати, какой-нибудь. Да вот про Украину, сразу достану. Ты же отписался от русской идентичности, х***. Ты так переживаешь, что там с Россией происходит. Другой пример, то, что он даже про АТО рассуждаю, он даже говорил, что Порошенко начал АТО. То есть ты даже не знаешь, что там был исполняющий обязанности президента, что власть была заказана, захвачена незаконно. Да много примеров. Я Дудя, прям, я все свои реакты даже ради этого пересмотрю. Когда он с Парфеновым общается просто за шквар. Этот, б***ь, несет какую-то, б***ь. Говорит, СВО началось, потому что Путин не мог сделать нормальный спектакль, надо было культурной жизнью заниматься. Ты несешь, б***ь. Дудь, он вот и стоит разинув урод на слова всех этих псевдоинтеллектуалов. Не нынешь, б***ь, псевдоинтеллектуалов. Ты, сука, на смыслы смотри, а то, что он не с***. Так у него комплекс у Дудя. Он же как бы видит, вот, звезды, вот, люди умнее мне. Меня учили, что они лучше, умнее, добросовестнее. Ты тоже про сельпо, что ли? Ну, ты на это давишь или на что? Что ты имеешь в виду? Ну, типа, что, как бы, вот, вы посмотрите, интеллигент, это я обычный вот б***лана. Да, да, да. Нет, у него просто сразу видно, когда Лимонов к нему приходил, например. Это мое любимое интервью. Вот вы, вы, вы. И как бы ни одного хорошо, просто, просто, как бы... Я пришел вас дрючить. Когда Лимонов ему говорит, Бродский, да он не семипядий валбул, у Дудя, ты видел его выражение? Да. Бродский? Да, Бродский, как же так? Я в школе учил, это же... Это тот человек, который его знал. Сое, короче, без своего мнения... Почему Сое? Потому что, ну, б***ь, ты что в него положишь, как губка все впитает и все. Ему сказали, кто авторитет. Вот эти, они против власти, значит, они хорошие. Тот же Пивоваров. Хотя, по факту, шлюшка олигархов, б***ь, Алексей Пивоваров, который отрабатывал определенные вещи. И про Чечню он рассказывал только то, что нужно было Гусинскому и всем остальным. Подсосы. Ну, вот мы ему сказали, все, он теперь верит в это. Обсос, б***ь, своего мозга и преклоняющий голову перед авторитетами. А у меня авторитетов нет, поэтому... Ну, при этом отстаивать пророссийскую позицию к нему приходят. Ну, или он зовет так. Ну, очевидно, что он зовет, чтобы выстроить так ленточку. Мол, смотрите, кто за... За... За Русню. Шизофреники всякие, маргинальные исполнители. Слушай, но я же либеросни тоже этот маргинал. Это да. И я тебе скажу, всегда так было. Вот это я заметил после фильма про Эльбрус своего, когда я выступал против принятия закона. И я такой, вот я же переживаю, чтобы у нас было отечественное. Я там пытался добиться отмены принятия закона о бальной системе, которая полностью лишит нас собственной микроэлектроники. Б***ь, кто из оппозиционеров репостнул, так они мне еще зб***ли, что это пророссийский проект, что я бьюсь за какое-то финансирование для компании МЦСТ, хотя по факту там финансирование просто б***ь смешное. Ксения Собчак на свой журнал МОД больше денег получала, чем МЦСТ, наверное. И типа, я такой, б***ь, что? То есть, ну, я тогда уже начали закрадываться мысли, пока еще совсем тихонечко, но типа, вы же, получается, не за Россию, вы же, получается, в любом случае против, за то, чтобы вот просто все уничтожить. Ну, вот такие мысли у меня закрадывались, а потом я понял, что это действительно правда. Ну, уничтожать, пока сам не сядешь за руль. Ну, это вот такая логика. Как я вижу, опять же, мы здесь занимаемся исключительно... Нет, а почему? Почему? Ну, они сядут за руль, они, наоборот, будут еще больше уничтожать. Они будут уничтожать свое для того, чтобы покупать все западное и продавать ресурсы. Их ставят во власть, ну, гипотетически, да, чтобы такие люди стояли во власти, чтобы они согласились намного дешевле, чем российские олигархи сейчас, продавать им все ресурсы. Разделить Россию на меньшие части после Советского Союза, чтобы ими легче было управлять. Конечно. Я так считаю. Ну, что же, сегодня у нас в гостях был Стас Васильев, человек, который борется с алкоголем. Уничтожая его. Да, уничтожая его, да. Потом, значит, блогер, потом, значит... Мизантроп. Да, мизантроп. Потом человек, который в будущем пока планирует, значит, двигаться там по своей линии. По линиям энергии ему. Да, 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 да. Ну, и, наверное, тогда вопрос. Ты уже отчасти на него ответил, но вот у Сергея он есть. Да, у меня несколько вопросов есть, на самом деле. Давай, давай. Первый вопрос, связанный с терапией. У тебя есть определенный образ, который завязан на... Как это называется? Токсичную мускулиность. Ну, да, типа того. Ты агрессивный, ты там очень быстро входишь в раж. Ну, типа как это, как бы быдлан. Ну, я и есть быдлан. Вот, и ты его капитализировал медийно. То есть тебя так знают. Ты не боишься, что психотерапия приведет к тому, что ты настолько сильно изменишься, что ты перестанешь этому образу соответствовать? Значит, таков путь. То есть не боишься? Я не боюсь, потому что весь мой образ построен, на самом деле, не совсем на этом. Он построен на том, что я вот просто такой, какой есть. Ну, стану другим, кто-то откажется. Ну, это, знаешь, вот вечная идея о том, что творец, он творит на надломе, на кризисе. И как только его этого кризиса лишат, а останется ли в нем творец? Мне достаточно для этого... Все всегда я делал из агрессии, из ненависти. Мне достаточно один раз в комментарии зайти, почитать эти такие, б***ь, реакты с трехэтажным матом и ненавистью выдум, что просто, б***ь. Я есть ненависть, я быстро очень завожусь, поэтому, ну, я не думаю, что это станет для меня проблемой. Блинный футалист. Да, ты за это такой, хорошо. Еще один ярлык. Да, да. Второй вопрос про твои планы, скорее, на 24-й год или ожидания? Борьба с алкоголем, с лишним весом, с курением. Дальше, тогда еще вопрос. Лучший сотовый телефон? Да, айфон. Айфон, да, на мой момент. Айфон, все, да? Какой модели? Слушай, 14-й, наверное, 15-й так быстро разряжается, это п***ц. Я уже жалею, что сменил, еще потом сидеть, п***ь, пароли переносить. Лучше не меняйтесь. Хорошо. Ну и последний вопрос в нашем Блице. Лично меня очень волнующий. Лучше быть клоуном у пидорасов или пидорасом у клоунов? Лучше быть клоуном у клоунов или пидорасом у пидорасов. Не, слушай, клоуном у пидорасов мне все равно у кого быть клоуном. Вот реально. Я бы смешил кого угодно. Сейчас должен спросить о Гитлера. Да, п***ь, я бы смешил. Мне п***ь. Вы бы и сами смешили Гитлера. Мне просто нравится, когда вот люди смеются. Я вот со школы все это пошло. Я говорю, п***ь, порол учителей, п***ь, все смеялись над этой п***ь. И я такой, ну вот, наверное, в этом смысл моей жизни. Говорю, ты веселить. Вот я, собственно, этим и занимаюсь. Ну что же, спасибо большое, Стас, что пришел сегодня к нам. Я как раз ноги вытер. Нормально. Не будем быть теперь. Нет, там козявка была, на мой сторону кинула. А это как у Эсбасты было древний вид. А это просто козя. Ну и все. А в чем-то гэнгстер. Да, да, да. Ну а с вами был Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Ну и, конечно, Тас Васильев. Подписывайтесь обязательно. И за такие откровения, которые мы сегодня услышали, обязательно нужно, конечно, поражать лайк, написать комментарий и позвонить в кого-то. И пожаловаться на канал, сносить уже мэш, нету. Ладно. В общем, вы все слышали, мы ничего не скрыли. Поэтому спасибо вам большое. Лайк, комментарий, подписка и до встречи на следующей неделе. Ведь если не мы найдем какое-то событие для обсуждения, то оно обязательно найдет нас. Вы в курсе, что это кринжо выглядит, когда за другом типа повторяется? Конечно. Иван Орлов. Иван Орлов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.